Привет, с вами 381 выпуск подкаста WebStandard и его постоянные ведущие Сам по себе Вадим Макеев И доброжелепный передач Никита Дубков В этом подкасте мы обсуждаем Главные новости фронтенда за прошедшую неделю Если вам нравится, что мы делаем Поддержите нас на Патреоне или Бусте А мы пригласим вас в закрытый чат Вадим и Никита, думаете, у нас дуэт сегодня? А вот и нет, у нас трио Впервые за долгое время у нас гость Андрей Сидник из Лакмурсиан Привет, Андрей, расскажи о себе в двух словах Привет всем, меня пригласили к автору пост-CSS Постараюсь рассказать там интересную тему Заодно рассказать, какие новые вещи я узнал Из новых открытий веб-платформы Ну да, собственно, мы Андрея позвали Потому что мы не могли обсудить тему Про то, как он неожиданно всех удивил Что нужно мигрировать всем на Lightning CSS Не могли бы обсудить это без Андрея Просто так, знаете, некоторые подкастеры Да и мы на самом деле грешим Говорим то, что нам показалось На основе каких-то там новостей Лучше, конечно, из первых уст все это Вот, но об этом мы поговорим попозже А сегодня поговорим про немножко Браузерных новостей 116-ф AirFox И небольшие планы Хрома Как улучшить сервис-воркеры Сделать их умнее Интересно Ну и плюс, конечно же Математические функции Новые в CSS То есть Никита нам расскажет Зачем они вообще нужны Fox что-то планирует Поговорим про доступность немного В ЦАГ-3 появится ли он до конца Десятилетия Или вообще стоит В него сейчас подглядывать или нет Ну и в рамках этого, конечно же С нами сегодня Андрей Мы, безусловно, поговорим про цвета Много про цвета поговорим Про аппку Из того самого В ЦАГ-3 Про П3, который появился В Фигме Насколько он полезен Кажется, не очень И всякие инструменты вокруг Ну и под конец Партимизацию В CSS Как ее делать правильно И как нам новые Контейнер-кверис Точнее, стайл-кверис В этом помогут И в самом конце Про Астра И, собственно, главная тема Сегодняшнего выпуска Про Lightning CSS И как туда нужно Мигрировать с пост-CSS Про сообщество И все остальное У нас вышел 116-й Firefox Новостей вроде немного Но, кажется, они убрали главный баг Баг в релиз-ноутах Который пугал Никиту Убрали ведь, да? Ремувал с CSS Нет? Они теперь пишут No notable changes Ну, да Стало лучше Окей, Никита меньше боится теперь Это же важно А еще в HTML появился Вернее, внедрил Атрибут DeerName Который отправляет на сервер Направление письма В полях Куда вы, собственно, можете Вводить текст Инпута, текстерия Я не знал о таком атрибуте Вот Firefox внедрил Теперь я знаю И это, на самом деле Чисто клиентская штука Ведь То есть Пользователь может переключить У себя в браузере настройку Вернее, в операционной системе Скорее И эта штука Ну, как обычно Можно, конечно, JS Было задетектить И засунуть в какое-то невидимое поле Но никто об этом не думал И всегда это казалось Чем-то таким дополнительным А тут прямо в форму Может отправить это все Интересно ведь, да? Я вот пока не очень понимаю Как это на сервере обрабатывать Но, возможно, потому что Никогда не было такой задачи Ну, я же все равно На сервере получаю Набор байтиков Который про текст Да? И это Независимо от того Какая настройка стоит у пользователя Это все равно будет Однонаправленный поток байтиков А вот Зачем мне это на сервере нужно? Ну, короче, я пока Придумать не могу Но, наверное, раз еще там Лайков хватает Кому-то надо Ну, да, наверное Я на самом деле тоже Не на 100% понимаю Use case Но эта информация Про пользователя Она важная Чего бы нет Что еще интересного Они внедрили Вернее Защиту от дурака Что ли сделали Дураком себя считаю здесь я Я всегда писал Ошибочные роли То есть Ария роли Для доступности Каких-то элементов Я постоянно писал Roll Image На разных штук Например, на SVG Картинках Которые хочу Чтобы они были Как IMG А на самом деле Правильно писать Roll IMG И это была такая Вещь Такая честная ошибка То есть Все остальные роли Они с Гласными буквами А именно это Без гласных букв И Firefox поддержал Собственно Синоним Можно теперь написать Roll IMG А можно написать Roll Image И они будут совершенно одинаково Обработаны Это Очень полезное добавление Надо узнать Как у остальных браузеров Но Я не знаю Как минимум Если по какому-нибудь Этому Архиву Интернету Поискать Я думаю Там много Вхождений Roll Image Потому что это Очень простая ошибка Которую можно сделать Так что я рад Что они ее поправили И с точки зрения Еще какой-то Не знаю Последовательность В самой спецификации Ну С JS У меня никаких Прям ничего не мелькнуло Хотя Этому Intel Number Format И Plural Rules Немножко досталось Тоже любви И еще Они добавили Бейджики То есть Вы в Developer Tools Firefox Сможете увидеть Не только Гриды И флексы А еще и Контейнеры То есть На тех DOM нодах Которые Были через CSS Обозначены Как контейнер Ну Контейнер Кверис Вот это все Там появятся Собственно Бейджики Показывающие Что это контейнер Что это Рут Ситуация То есть Это новый Контекст Не то чтобы Это контекст Форматирования Скорее В общем Там начинаются Совершенно Другие Приключения Чем в других Местах Вашего документа И это важно Иметь Понимание Где оно Кстати Про форматирование Я заметил Какую-то штуку Custom Formatters Такой Думаю Что это вообще Такое Полез смотреть А они на самом Деле сделали Сейчас постараюсь Объяснить Если вы в хроме Когда-нибудь Использовали Консоль Лог Вы скорее всего Знаете Что там Есть еще Консоль Дир Консоль Там Группы Можно сделать Ну в общем Он там умеет И тейблы И так далее То есть он делает Отдельное форматирование Того чего вы выводите И там знатоки Некоторые знают Что можно в принципе Консоль раскрашивать То есть я могу Указать там Хитро вывернутую Последовательность Символов И он Как Вот в си Можно было там Процент с Процент и И всякое такое Подставлять чиселки Строки Там что-то очень похожее Вы можете задать Реально прям стиле Того Как выводить В консоль Какой-то текст В целом Эта штука На самом деле Несколько раз Помогала для дебага Вот я Когда хочу Какие-то вещи Прям явно подсветить Я могу вот таким образом Хитро вывернуто написать И тадам У меня явно там Выделено красным Жирным На что обратить внимание Так вот Custom Formatters Это такой у них Какой-то новый способ Это задавая HTML Ну если посмотреть Пример Там реально пишется Вполне себе Дивы Вполне себе Объекты какие-то Там выполняется Дживаскрипт Во время выполнения Того всего В общем вы можете Хитрым способом Ну там есть спецификация Того как оно работает У них документация Есть как раз На сайте Firefox Там много чего Можно сделать У них есть там Хедер У них есть Бади Вот этого вот Сообщения Которое вы выводите У них можно задавать Какие-то конкретные объекты И все это лежит Внутри DevTools Formatters То есть у Windows Появляется объект DevTools Formatters Внутри которого Вы можете Это все передать Опять же Он Его можно сделать Опциональным То есть там внутри По факту Функции вызываются И вы можете посмотреть Если там выводится Массив То тогда включать Какой-то свой Хитро вывернутый формат Если это не массив Ну тогда и ладно Пускай будет То что по стандарту Есть Мне это напоминает Какие-то расширения Для DevTools Для бедных Ну то есть вы Можете поставить себе Расширение Прямо в DevTools Отдельную вкладочку Там как там React DevTools Например А можете просто Консоль ложный Вывод Детектить И писать Слушай какой-то Не знаю Кастомный формат Который Будет с этими данными Что-то делать Может какие-то Не знаю Графики Не знаю Можно Lighthouse Свой там написать Внутри Если очень хочется Давить Ну в целом При желании можно Но опять же Тут надо понимать У них есть ограничения Что можно выводить Что нельзя выводить Это все равно Работа с консолью Вы там полноценную HTML-страничку не выведете Там есть какие-то Конкретные поля Какие-то конкретные Схлопушки-расхлопушки Но в целом Я просто ловлю себя Иногда на мысли Что когда Ну вот не знаю Какой-то инструмент Который работает в браузере Он мне понятно Выводит какие-то ссылки С подсвечиванием Мне это просто удобно Но в консоли я привык На самом деле уже Что всякие консольные Инструменты Не выводят мне Всю отладочную информацию А выводят мне Конкретную инструкцию Что мне сделать Если у меня что-то пошло не так И это кажется Уже настолько стандарт Что очень хотелось бы Что в браузере Там не знаю React DevTools Тоже начали такое использовать Там и всякие прочие DevTools Ну то есть Это же вещь Которую Вот как ты говоришь DevTools Расширение для бедных Ну это же можно встроить То есть у тебя Вот эти самые расширения Начнут выдавать в консоль Информацию по-другому Ну почему бы и нет Слушай Андрей У тебя доводилось Чем-то пользоваться В DevTools Кастомным То есть типа React DevTools Еще что-то такое Для отладки Чем-то полезным Я вот только вот Упомянутыми DevTools И пользовался Тут мне вот этот API Оно очень нравится Для другой задачи Ну немножко связанная с этим Дело в том Что стейт-менеджеры У них всегда есть логер Это инструмент Который показывает Что происходит Со стейт-менеджером И вот просто писать Что такое-то значение Изместное такое-то Неудобно Потому что там часто Объекты Там часто Очень много событий И мы вот например Для наносторов Сделали очень красивый Логер Который перед каждым Сообщением От наших наносторов Он типа Вставляет маленький Логотип наносторов И тогда как бы Когда у тебя в консоли У тебя много сообщений И тебе понятна Последовательность Что вот этот наносторов Это твоего собственного кода Это там От другого инструмента И вот мы как раз Там используем Очень продвинутый форматер Не вот тот классический А мы прям очень много Всего навешиваем И оно работает Очень плохо Нестабильно И с помощью хаков И вот мне как раз Очень интересно Посмотреть Как все это будет работать Потому что кажется Для стейт-менеджеров Это прям Must-have инструмент Для того Чтобы Делать Довтулы пользователя Да на самом деле Я тоже иногда С трудом понимаю От кого именно Пришло сообщение В мою консоль То есть мне нужно Именно читать Начало строки Чтобы понимать Кто там ругается Расширение Сайт iFrame Какой-то Какие-то Расширения Для Девтулов Или еще что-то такое То есть я конечно Могу фильтровать По доменам Могу фильтровать По областям И все остальное Но было бы классно Чтобы они Как-то о себе Объявляли Кроме как Желтым Красным Цветом Или белым И вот в этом смысле Как кастомный форматер Да и логотипчик Вставить Или типа просто Не знаю Цвет покрасить Другой Звучит Вот видите Мы раскопали полезную фичу Никита раскопал Еще одна новость Про Firefox Firefox Nightly Объявили Что они добавили 10 новых Математических функций Но в CSS Не в JavaScript И прямо их перечисляют Естественно Они это пишут Это мастодон Да Это мастодон Но есть Конечно же Баг в Багзилле И в целом Можно раскопать Что это за функции В общем Что они добавляют Математическую функцию Round Mod Rem Pow SQRT HiPod Log Exp Apps И sign И теперь Коротко Что это за функции Такие Ну опять же Мы уже говорили Что в CSS Добавляется всякая математика Синусы Косинусы Это уже как-то Даже привычная история Хотя когда-то Казалось Что опять же Невозможно втащить Непонятно Как делать Циклические зависимости Если одно зависит От другого Ну как-то опять же Разобрались И оказывается Не так сильно На перформанс Это и влияет Ну еще там были Проблемы с синтаксисом Потому что надо Парсилку Починить Чтобы она Как-то умела Всякие такие Странные символы Обрабатывать нормально Ну и в общем-то Вот они Раз смогли Синусу Косинусу Смогли и остальные функции Начнем с функции Round В дживаскрипте Например Есть функции MassRound MassSale MassTrunk И так далее Они умеют Округление в разные стороны В CSS Эту историю решили Немножко по-другому Вы в начале У Round Указываете Метод Которым Round Он должен работать То есть вы говорите Round Up Это значит Что округление вверх Round Down И в принципе Там есть Четыре аргумента Сейчас Которые применяются В общем Прикольно Это решили Ну то есть Внутри одной функции По умолчанию Он работает как round Если не указать Куда округлять Следующая история Mod И rem Это по сути Ну как Кстати я вот даже По-русски Наверное Не смогу нормально объяснить Модуль Ну не А ну да По модулю Деление по модулю Ну да Ну точнее да Когда ты Как это Когда мы делим А на Б То сколько Останется От Целочисленного Умножения На Делитель Вот типа такого Но это как процент В джавоскрипте Да Да-да-да Вот Я что-то видите Забыл базу Но суть в том Что Mod и rem Работают абсолютно Одинаково Если у вас Числа с одинаковым Знаком То есть оба положительные Или оба отрицательные А вот когда идет Вопрос Там не знаю От 20 Пикселей Сделать мод Минус 5 пикселей Я в принципе Плохо представляю Зачем такая операция Может быть нужна Но Это математика Там надо все предусмотреть Так вот они работают Здесь по-разному И я вот честно Не буду врать Я не так хорошо разобрался Вот там надо будет Почитать То есть если вы будете Использовать эти функции И вы будете знать Что у вас там Разнознаковые числа Вот Опять же С отрицательными числами Тоже будьте готовы Что мод работает Даже в принципе В математике Не так привычно Как это делается С положительными числами Ну короче Там математика Пау SQRT Это понятная история Пау это степень SQRT это квадратная корень Хайпод это Ну я ее для себя Всегда представляю Как гипотенузу Потому что по факту Для двухмерного пространства Это и есть гипотенуза Но по сути Это функция Которая возвращает Длину вектора В каком-то Нмерном пространстве И вы указываете По факту Отклонение от оси Вот как раз Если брать нмерность То Н отклонение от нуля Мы все еще в CSS Да Все еще в CSS Это математика То есть у тебя В CSS точно есть Как минимум 4 оси У тебя есть 3D И время Ты можешь с этим Тоже как-то играться Ну и опять же Вдруг там у тебя Какая-то хитро вывернутая Анимация Почему бы и нет А log Exp Это истории Про логарифмы И экспоненты Тут кажется Опять же Те кто математикой занимаются Там все понятно Apps и sign Это вот собственно Apps это модуль Числа Абсолютное его значение Положительное И sign Он возвращает плюс 1 Если число положительное Минус 1 если отрицательное Кстати я не почитал А что она возвращает Когда 0 Ну в общем Тоже это Как говорится Быстро готовился К подкасту Но функции интересные Ровно потому Что многие вещи Можно будет Как обычно Как я это люблю Перенести Из JavaScript В CSS Ну то есть У нас сейчас Большое количество Анимаций Оно завязано Хитровывернутых Анимаций Красивых Которые дизайнеры Рисуют Оно завязано На JavaScript Просто потому Что в CSS Это невозможно сделать Там можно пытаться Имитировать Опять же Тут не хватает Юлии Которая умеет Это все раскладывать На огромное количество Кадров Но по сути Если у нас появляется Вот такая вот история Где мы можем Положить На вот эти функции Какое-то движение Опять же Можно использовать Это для вычисления Не только анимации А в целом Положение элементов На странице И делать Какую-нибудь хитрую Там не знаю Звездочку нарисовать Солнышко Ну прям как это Математически Выверенное солнышко С лучиками Которые правильно Отходят от центра Ну я в детстве Когда не умел В математику Мне нужно было Что-то посчитать Какие-то размеры Я просто брал На бумажке рисовал Потом измерял Линейка Сколько получилось Ну как вот Как древние Древние люди Которых не было математики Когда там не знаю Там дворцы И храмы строили А вот сейчас В CSS У нас на самом деле Долгое время Была именно такая эпоха Мы подгоняли Мы что-то там пытались сделать А тут вот сейчас По науке Все можно будет сделать Ну вот Смотря кому что Вот я сейчас смотрю На весь этот список И для меня Только раунд И сайн Что-то могут Полезное сделать Прямо сейчас Но у меня такие задачи Наверное То есть округлить И понять там Кастомные свойства Пришло там С положительным Или отрицательным Значением Соответственно умножить на это Чтобы там Не знаю Плюс или минус сделать Ну вот такие мысли только Еще хорошая функция Это логарифм Потому что мы сейчас Все дизайн системы Делаем И очень часто Дизайн системы Они не связаны с CSS И это как-то странно Получается Что у нас Система Она только в Figma А не в CSS И соответственно А логарифм Это очень удобный инструмент Для того Чтобы знаете Вот Чтобы вначале Растет мало А потом растет очень быстро У нас очень много Где в дизайне так Что вот например Там типа шаги 1, 2, 5, 10, 30 И так далее Вот логарифм Как раз позволяет Такую штуку описать А ну как система Размера шрифтов Например да Да Они нелинейно Обычно растут Вот именно оно Вот это именно оно Ну и отступы Очень часто тоже растут Нелинейно О прикольно То есть можно типа Получить какую-то константу И на основе нее Сгенерировать там Вот весь этот ряд Нормал Ну в целом Андрей правильно говорит Я все больше и больше вижу Что восхищаются Этими новостями Про то что это появляется Те кто графики рисует Инструменты Которые как раз таки Рисуют всякие чарты Потому что JavaScript Он все таки Этот бандл Он не дешевый Опять же Он не отображается Мгновенно браузером Нужно чтобы JavaScript скачался Распарсился Исполнился И только тогда Там на странице Что-то появится То есть эти вещи К сожалению Почти невозможно Сделать сервер-сайт Рендерингом То есть можно там Какую-нибудь картинку Подложить Но опять же Это лишний трафик А в CSS Это получится Ну полноценный Такой SSR И я вот тоже Понимаю Что наверное Можно было бы Большую часть графиков Вот превратить Вот в такие Хитрые конструкции Но тут кстати Многие правильно говорят А действительно ли Размер бандл Это уменьшится Потому что Если мы все это Будем описывать в CSS То есть подозрения Там будет даже Больше весить Но при этом Важная история Что да Ты мгновенно получаешь Этот график на странице Не дожидаясь Пока JavaScript Выполнится Один мегабайт CSS Гораздо дешевле Чем один мегабайт JavaScript Потому что CSS у него Во-первых Токенайзер Очень простой Гораздо быстрее А второй Интересный момент А JavaScript Слишком крутой Типа Вот последние лет Десять Все лучшие компании Они вкладываются В компилятор JavaScript Этот компилятор Реально сейчас Один из самых мощных Самых продвинутых И в этом его проблема Каждая фича Каждая оптимизация Она стоит времени И поэтому Компиляция Одного мегабайта JavaScript Идет очень медленно А в этом контексте CSS быстрее Поэтому Мне кажется Все равно преимущество есть Ну вот про это Я бы не думал Ну в общем Будем смотреть Я в любом случае Как бы На всякий случай Нашим слушателям Это Nightly Это Firefox 118 Вы пока что В продакшен Но это не тащите Но если хотите Поиграться со всякими демками Можно уже начинать Я вот на CodePen Буду ждать Когда что-нибудь Такое интересненькое Появится Ну мы просто попросим Юлина сделать что-нибудь Красивое Она сейчас какую-то Адскую демку делает Судя по ее соцсетям Надо попросить ее Сделать специально Для Firefox Что-нибудь такое Ну еще короткой строкой Новость Как же Никита в выпуске И ничего не сказал Про Chrome Chrome экспериментирует С сервис-воркерами И в общем-то Появился такой Intent to experiment Статический роутинг Для сервис-воркеров В чем суть Мы explainer Обязательно приложим К выпуску Но суть в том Что задумались О перформансе С сервис-воркеров Внезапно Ну В чем-то Ирония как раз Сервис-воркеры Они призваны Делать какие-то вещи Быстрее Ну например У вас есть какой-нибудь Не знаю Вы хотите банально Закешировать что-то Что с сервера Получаете И сервис-воркерам Отдавать там То, что лежит в памяти Понятно, что нужно Прогревать сервис-воркеры Чтобы они Работали быстро То есть они должны Быть включены Где-то должен быть Поднят Инстанс Который это все Отслеживает какой-то процесс Перехватывает запросы Ну и как бы Это все не бесплатно То есть банально Обратиться к сервис-воркеру Сходить там Переместить что-то Между процессами В виде данных Это стоит каких-то ресурсов Памяти Времени И так далее Опять же мы Много раз обсуждали Что не подключайте Сервис-воркер Просто так Он замедляет Так вот Здесь предложение Ровно в этом Когда вы Устанавливаете Сервис-воркер У вас есть EventListener Install И обычно там Ну какие-то действия Производятся для того Чтобы подключить Собственно Этот сервис-воркер Они решили Добавить в Event Метод RegisterRouter И в нем Вы можете указать Какое-то условие Condition Условием может быть Например Маска Урла То есть вы Например Говорите Что я Если вижу Что Урл В нем есть папочка Images Я не хочу Ее кешировать Я типа Оно пускай кешируется Там серверным способом Мне не нужен Для этого сервис-воркер Пускай картинки Отдаются мгновенно И вы указываете Source Network Ну и аналогично Так можно сделать Для много чего Опять же Это пока что черновик И пока что Можно указать Вот действительно Все то что я описал Можно указать Только Network То есть вы можете Явно задать Какие-то урлы По которым Сервис-воркер Вызываться не будет Там в обсуждениях Есть история Что можно там Будет расширить Это API Поэтому оно такое Немножечко Странно читается Но оно расширяемо Так вот Я смотрю на это С таким легким восхищением Потому что А ведь и правда Я могу указать Много урлов Которые Как это Ну вот Список того Чем я хочу Чтоб обрабатывалось Мгновенно Что мне здесь не нравится Что на самом деле Мне нужно будет Следить за этими урлами То есть по умолчанию То у меня все равно Все запросы обрабатываются Но если с точки зрения Оптимизации подходить Я вижу Какие урлы У меня отрабатывают медленно Я вижу Что не хочу их обрабатывать Сервисворкером И я могу Вот такую вот Историю в JavaScript Написать И там просто Будет быстрее Для меня это похоже На какую-то Появляется декларативность То есть мы Раньше все Прямо императивно Внутри Сервисворкера Обрабатывали А тут мы С самого начала Говорим Туда ходи Туда не ходи И это все Выглядит очень логично И было бы Жалко Что это не было встроено В самом начале Потому что это кажется Очень логичным И очень правильным Чтобы не руками Разбирать С чем Сервисворкеру работать А заранее Сказать ему Вот это тебе нужно Вот это не нужно Это прям Очень классная фича То есть Название Вообще ни о чем не говорит Какой-то Static routing API Поначалу А сейчас Раз кликнул Думаешь Вау Идея-то классная Идея потрясающая И У меня есть подозрение Почему это не сделали сразу Потому что Опять же Сервисворкеры Когда внедряли Это изначально был такой прокси Который должен обрабатывать все И Видимо Ну банально Реализовать вот это вот Как это Что-то Что-то обрабатывай А что-то не обрабатывай Тебе нужно переписать Архитектуру этого прокси Ну то есть Тебе нужно в какой-то момент Прокси Дернуть Или не дернуть А И видимо изначально Все-таки там был этот процесс Который Он всегда дергался И уже там Внутри себя решал Дальше пропускать запрос Или не пропускать То есть Это значительная переработка Мне кажется Опять же Видите Они здесь intent to experiment То есть Это даже пока что не origin trial Это они пока что что-то будут пробовать Там скорее всего Могут быть какие-то ошибки И их надо будет отследить Но Это действительно Очень классная оптимизация И Даже я бы ее советовал Вот прям Как только появится Вот вы у себя тоже попробуйте Наши слушатели Потому что Если у вас есть сервис-воркер Скорее всего Вы сможете какие-то Ну опять же Вот картинки Очень хороший пример Мне картинки Очень часто Не нужно кешировать Через сервис-воркер Мне зачастую Достаточно кеширования Которая там отдается По HTTP-заголовкам Браузеры так Это складируют Куда надо Я смотрю на сам Эксплейнер И вижу там Имена там Яшисата Янагисава Шунья Шидисодо В общем Что-то такое Сложные имена Для прочтения Лично для меня Может у Андрея Кстати лучше получится Чем у меня Ты привычнее Человек с Дальнего Востока Нет Привычнее Ну интересно Что-то получается Совершенно другая команда Не те Которые обычно пишут Да и я как раз Обратил на это внимание Что они упоминают Джейка Арчибальда Как изначально Как человек Который 10 лет назад Сервис-воркер И собственно Запионеил Когда-то у нас был Апкэш и все остальное Он на этой волне Собственно устроился В гугл И это было Его этим Ребенком И вот я просто Буквально вчера Монтировал эпизод Ф-ворда Свежий Мы там с Брюсом Лоусоном И Джейком Арчибальдом Втроем Говорим про Этих View Transitions Новую спеку Ну и немножко Упоминаем Сервис-воркеры тоже И на самом деле Они Ссылаются на идею Джейка Арчибальда Про вот этот Декларативный роутинг То есть Джейк Даже вот в этой штуке Уже давно Как бы этой спекой Не занимаюсь Вроде бы как И тем более Уходя из гугла Он собственно Ушел в Shopify И говорит Что типа У него пока нет Плана заниматься Спеками дальше Но он вытащил Сервис-воркеры И View Transitions Два его вот этих Две любимых спеки Которые он В общем-то запионерил И провел Ну не в одиночку Но все равно И даже вот сейчас Новые фичи Сервис-воркеров И имеют следы Его каких-то ранних Мнений, предложений Все остальное В общем да Я думаю в понедельник Вместе с этим эпизодом В стандарт Вводит свежий эпизод Ф-ворда Послушайте Если вы можете Слушать по-английски Давненько у нас Не было Темы про доступность И вот я Притащил Статейку Эрика Эггерта Который Рассуждает Про ВЦАК-3 У меня кстати Недавно на работе Был воркшоп По доступности В компании Ну то есть Мы внутри Пытались понять Как мы Что мы будем Делать с доступностью И одна из проблем С которой мы все Столкнулись Как это по-английски Назвать WCIG Еще что-то такое Я всех научил Способ Призносить это ВУКАГ В общем Не всех получается Но я стараюсь Вот этот Меня Патрик Лауки Научил Говорить ВУКАГ Я не понимаю Почему ВУ Но я уже привык Короче Есть такая Спека Называется Веб-контент Аксессибилити Гайдлайн Который По сути Является Стандартом Доступности Сегодня Стандартом Не в смысле Что это Спека Как Ария Например А это Стандарт Соответствия Доступности То есть Там перечислены Требования Которым должны Соответствовать Наши продукты Наши приложения Сайты И что мы там Еще делаем И текущая версия В ЦАГа Вот Много лет Была 2.1 Недавно По-моему Не знаю Стал ли 2.2 Уже Рекомендации Или прям Вот в двух шагах От этого Прям на пороге Топчется Но очень близко Мне кажется Там до конца лета Осенью Вроде бы как 2.2 Станет Собственно Тем На что мы будем Ориентироваться дальше Но это все Итеративные улучшения Эти спецификации Эти гайдлайнов По доступности И чем они В общем-то Важны тем Что на них Опираются В законодворчестве То есть В Штатах В Европейском Союзе И во многих Других странах Если принимаются Какие-то законы Связанные с тем Что государственные Или коммерческие Сайты Продукты Должны соответствовать Каким-то стандартам Доступности Все ссылаются Именно на ВЦАК И Его важность Крайне Велика Но Есть одна Интересная штука Которую Про которую Эрик говорит Мы Привыкли В сообществе Что НПМ-пакеты Выходят Раз в час Свежие И нам нужно Пакать Джейсфон Свой обновлять Минимум раз в неделю Чтобы вообще Через две недели Наш проект Мог запускаться Ну ладно Я конечно Утрирую Но все равно И мы привыкли К какому-то Быстрому ритму Тем более За последнее время Спеки начинают Тоже развиваться Быстрее Там CSS И например Тоже JS Развивается быстро А тут Сказали Что Сообщество Работает Вернее В3Ц Работает Над спецификацией В ЦАК-3 И что Сделало Наше сообщество Фронтейнерское Когда услышала Об этом Все полезли В черновик Чтобы что делать То что мы Привыкли И очень Любим Делать Начинать Внедрять Пока оно Не готово И я Уже Услышал Много Людей Которые Радостно Радостно Вынимают Какие-то Части Из этой Спеки И бегут Что-то Внедрять Использовать Использовать Вот эти Все новые Требования И действительно Спека Лучше Точнее Не лучше Она Принципиально Другая Это такое Переписывание На уровне HTML4 HTML5 То есть Это вообще Смена Парадигмы Вот что Интересно В общем Эрик Идет Очень глубоко Туда Но прям Нужно во-первых В этом всем Разбираться Но я попытаюсь Объяснить вам Чуть подробнее Ну на самом деле А в чем проблема Что люди начинают Идти сразу И туда И туда Я на самом деле Один из тех Кто точно так же В ЦАК-3 Полез смотреть И ты правильно Говоришь Да Оно Значительно Отличается От в ЦАК-2 Но оно Кстати Удобнее Читается Лично Мое Субъективное Мнение Оно Понятней То есть Это для меня Важно Как для разработчика Что там Хотели мне Сказать этими Вашими правилами Если разночтение Меньше Оно понятно Это хорошо И да Там есть много Каких-то новых Правил Которых раньше Не было И какие-то Правила Стали отсутствовать Поэтому тут Не очень понятно На что опираться Поэтому я опираюсь Сразу на В ЦАК-2 И в ЦАК-3 В этом месте Но оно же Классно Ну то есть Когда появится В ЦАК-3 Я уже буду уметь Это реализовывать А пожелания Там очень хорошие Ну то есть Они помогут Кому-то Лучше работать С вебом Ну начнем с того Что в ЦАК Это вообще В-3C Accessibility Guidelines То есть Это просто Другое имя Под тем Под тем же Самым Под той же Самой аббревиатурой Но дело Даже не в этом Дело в том Что Как я в самом Начале Сказал Это все Документ На основе Которого Люди Обучаются Строят Свои процессы У них все Там Тестирование На это все Дело настроено Под конкретные Требования Пишутся Законодательные Акты И все остальное И Эрик Говорит, что По его прикидкам Это все будет готово К концу Десятилетия И пока оно Не готово Использовать Это всерьез Смысла нет Оно может Довольно-таки Сильно поменяться И уже На самом деле По-моему То, что сейчас Опубликовано Под черновиком В ЦАК-3 Сильно отличается От того, что Было опубликовано Под черновиком Не знаю Там Два года назад Или когда Вся эта работа Началась То есть Все очень сильно Меняется И поскольку Это Скорее Революционный Чем эволюционный Подход здесь В двух Между этими Спеками Есть еще Такой момент Когда Спека может Ошибаться Когда спека Может рекомендовать Что-то не то И пока Оно В конкретных Практических Ситуациях Не отлажено Там могут Эти ошибки Оставаться То есть Бывало такое Что у нас И обычные Там JS И CSS И HTML И спеки Внедрялись И потом понимали Что не работает Это нужно не так Это не соответствует Тем более Когда речь Не про какую-то Конкретную технологию А про набор Практик Про набор Проверок И мне кажется Что можно Научиться тому Что не станет Финальной версией То что не станет Реальностью То есть Мне дико нравится То же самому Как сформулированную В ЦАГ 3 Он лучше Адекватнее Так ли То есть Много чему Научились мы За годы существования В ЦАГ 2 Но Есть чувство Что Вот на уровне Новостей Веб-стандартов Почитать Поинтересоваться Милое дело Но Тащить это В рот Простите В рабочий проект Не стоит Мне кажется Тут важно Помнить Что В ЦАГ Спецификация Это не спецификация CSS и HTML Это спецификация О том Чем отличается Доступный сайт От недоступного На уровне государства И вот На уровне Как бы Практик Какие конкретные критерии И вот тут есть Главная проблема Что на самом деле Вот мы же Дизайну так не подходим На самом деле Вот В обеспечении Доступности Есть такой Очень странный подход Когда мы просто пытаемся По гайдлайнам Все сделать А есть другой уровень Доступности Когда мы сделаем так Что сайтам удобно Пользоваться Людям Которые пользуются Им необычными способами И вот Мне кажется Что переход Со второй версии На третью Это не как CSS Второй на третью Там в третьей версии Просто описаны Новые практики И новая ментальная модель Как находить ошибки Мы же на самом деле Все равно Делаем просто Удобный сайт Которым удобно Пользоваться Читалка, экрана Которым удобно Пользоваться Кавиатурой И так далее И если ваша задача Не писать Обучающий курс Для, например Курсов Которые будут соответствовать Которые будут сертифицированы Государственному стандарту А вы просто хотите Сделать хороший сайт Мне кажется На любом состоянии Эту спеку интересно Прочитать И скопировать Сами идеи Ну Идея Взять Полезные элементы Оттуда Она хорошая Просто Я пытаюсь Вот своим Вот этим Опасность И вот Соглашаясь с Эриком Вот этим своим Подходом Предостеречь всех От ошибки Можно Неправильно Воспринять Этот черновик Можно Наделать ошибок Особенно Когда Все связано С тем Как вы Не знаю Продаете свои услуги Как агентство Или Продаете свои сервисы Как не знаю Как специалист И там Не знаю Аудит Доступности Или Как-то еще Не знаю В образовании То же самое То есть Нужно все-таки Понимать В каком состоянии Этот черновик Находится В каком Насколько он Сильно отличается И еще одна Важная вещь Про которую Говорит Что Когда В ЦАГ-3 Станет релиз-кандидатом Это не значит Что в ЦАГ-2 Перестанет существовать Это значит Что Он его Дополнит В каком-то смысле То есть Вот Андрей правильно Сказал Что ЦСС-3 Там Не знаю Четвертый Или точнее Не существующий Четвертый ЦСС Да и третьего По-моему Особо не было ЦСС Скажем так Вот Модуль ЦСС Следующего уровня Он дополняет Предыдущий А в ЦАГ-3 Он переписывает Это новая книга Это не продолжение Романа Это прям вот Герои похожи Но вообще сюжет Другой Это другая вселенная Вот DC и Marvel Может так понятнее У меня есть Очень хороший пример Вот чем отличается В ЦАГ-2 В ЦАГ-3 Там есть И сам подход Отличается Но вот Технически Есть такая задача Сайт должен быть контрастным Вот чтобы вы там Идете под солнцем Вы должны его прочитать Чтобы ваша бабушка Которая плохо видит Могла его прочитать А как оценить контрастность Мы же не можем просто сказать Делайте контрастно Ну типа люди разные Нам нужна какая-то формула И соответственно В ЦАГ-2 Там была формула Которая собственно Называется В ЦАГ-2 Она делалась очень просто Мы брали цвета Переводили их В цвет лаб И брали Элемент яркости И сравнивали его Но оказалось Что на самом деле Контрастность так не работает Есть один специалист Вот мне очень нравится Когда Один человек Без поддержки корпораций Но он как бы Меняет индустрию Каким-то своим огнем При этом Чаще всего Годы не замечают Вот тут то же самое Был человек У него по крайней мере В Твиттере имя Миндекс И он предложил Совершенно другой алгоритм Для того Как определять контрастность Он провел эксперименты На людях И обнаружил Например Кучу таких странных вещей Которые не работают В том простом алгоритме Например Если Вот вы замечали Когда первые темные темы Появились И мы просто взяли И поменяли черные и белые Местами То сайтами нельзя было Пользоваться Контрастность стала Прям какой-то другой И глаза выжигались И вот он это обнаружил Обнаружил Что контрастная разница Между одинаковыми цветами Но где один является Цветом текста Другой цветом фоном И наоборот Где один является Цветом фона Другой цветом текста Она разная Ее нужно по-разному считать И собственно Он придумал набор Математики Который называется APCA APCA Собственно Который считывает контраст И вот в третьей В ЦАГе Они туда пытаются его добавить Там сложный процесс Вот как бы По-хорошему Ну вот если так абстрактно взять Если мы как бы Переходим на новый Уровень спецификации Наша задача Просто новую математику применить Но по-хорошему Наша задача все равно Сделать так Чтобы сайты были контрастными Если вы когда делаете контрастность Посмотрите только на цифры То явно у вас процесс Не очень налажен А если вы дополнительно Смотрите Как это выглядит В совокупности То на самом деле Вы переход-то Не совсем заметите Хотя с APCA Вот интересный момент Это такая новая штука Сейчас она пытается внедриться Везде Для нее очень мало инструментов Но сам метод анализа Очень хороший Он обнаруживает кучу проблем Которые раньше Старые методы Например тот же Lighthouse Нам говорил Не обнаруживал их Но инструментов нет Вот мы сейчас в Марсианах У нас есть Color Picker для OKLCH И мы сейчас еще пилим Виджетик Который будет в фигме Показывать контрастность По APCA Его сейчас пилят Юра Михин И Рома Шамин Ну а второй момент Это например Создание динамических тем Вот когда мы берем OKLCH И делаем всю цифровую палитру Но нам нужно определять Шаги между оттенками Через контрастность А не через только палитру И вот APCA Очень крутой инструмент Который туда может протащить Я очень надеюсь Что его финализируют там Я на самом деле Когда слушал Что ты начал заходить В сторону APCA Я вспомнил Какую-то статейку Если найду Добавлю сюда С критикой APCA Там идея в том Что APCA Кажется будет готова По размерам амбиций По вообще По тому Что этот Этот чувак хочет добиться APCA будет готова Позже чем в ЦАК Мне кажется В сороковых годах Разве что То есть реально Чувак поставил себе Такие цели И у него есть Как в типичной Не знаю Как в типичной Науке Он поставил себе Такие цели Которые Он пока не знает Как решить даже То есть Не то что он Тесты пишет Но то что уже написано Или не знаю Там документацию какую-то Он просто Некоторые вещи Не знает как сделать То есть Нужно еще исследование Нужны тесты И все остальное То есть APCA Мне кажется Готова Если не меньше Чем в сам В ЦАК С точки зрения Вот реализации И про него Про чувака говорят Что он страшный идеалист Он тащит на себе Это все новую инициативу Все классно Здорово Но это прям Rocket science С цветами И Что меня больше Все расстраивает Что сейчас берут Вот эту вот Его математику Недоделанную И Используют В плагинах Для фигмы Андрей Я не пытался Как бы Это не ловушка Это не ловушка Мы на эту тему Говорим Для того чтобы тебя поймать И все остальное Но серьезно Некоторые вещи Могут Не знаю Не сойтись Какие-то значения И у вас будет Неконтрастный цвет Где-то То есть У нас всегда есть глаза Мы переприверяем Мы привыкаем Потому что Нужен выше уровень Контрастности Но если допустим Мы цветовую тему Генерируем На лету Если человек Не знаю Елотит ползунком По интерфейсу И так получает Цветовую тему Можем попасть В какую-то дырку Где будет Неожиданно плохо А мы будем Мы страшно были уверены Потому что Мы все это сделали По апке Ну на самом деле Вы оба подняли Очень правильную тему Что в ЦАГ-2 Что в ЦАГ-3 Это всего лишь Рекомендации Ну то есть Это не инструкция Что нужно сделать Именно так Нужно сделать Никак по-другому Но это какие-то Рекомендации Которые помогут вам Понять Ну хотя бы посмотреть А плохо там или нет Я все еще Выступаю Ярым Противником Полного Автоматизированного Тестирования доступности То есть Это может быть Полезный инструмент Который подсвечивает проблемы Но в любом случае Если у вас Какой-то большой сервис То постарайтесь Его все-таки Протестировать на людях Опять же Есть сообщество И в Телеграме Можно найти Ну то есть Люди у которых Есть особенности Восприятия интерфейсов Они вообще-то Часто готовы Помогать разработчикам Эти интерфейсы Тестировать Просто чтобы сделать лучше Всем остальным И ну я вот Опять же стараюсь Как-то Если есть у меня Такая возможность Дать незрячим Попользоваться сайтом Дать людям С другим цветовосприятием Попользоваться Сам постоянно С клавиатуры захожу И так далее Ну то есть И очень часто Кстати Это забавно Когда даю Тестировать Вот прям незрячим Сайты Они иногда идут Разрез С ВЦАГом То есть ВЦАГ рекомендует Какую-то конкретную вещь А там не знаю На самом деле Незрячим Ну там вот Структура заголовков Та же самая Да Которую часто Мы сами говорим Пожалуйста Делайте структуру Заголовков Правильную Нет там Незрячие часто говорят Да сделайте хоть Какую-нибудь структуру Заголовков Типа нам важно Просто навигироваться Хоть как-то А уже если Вам будет стоить Там полгода Внедрить правильную Структуру заголовков Ну тогда и не надо По поводу Тестирования Мне кажется Что каждый разработчик Это очень крутой Экспириенс Попробовать сайт Через читалку Потому что Вот мы существа Мы как бы Существуем в таком Два с половиной мерном Пространстве У нас может существует И сайты мы так же Воспринимаем А ну типа Мы как бы на площадке В основном двигаемся Ну может слегка вверх-вниз Когда ты через читалку Сайтом пользуешься Он Сайт на самом деле Одномерный И ты такой Как это можно Вообще пользоваться И в какой-то момент Как бы мышление Перестраивается И ты выстраиваешь Методы управления Информацией Которые удобны Для одномерного пространства Например сжатия и разжатия Ну вот как раз Зачем нужны заголовки Чтобы заголовками Можно вот это Огромное длинное Одномерное пространство Сжать в маленькое пространство По нему быстро перейти А потом разжать его На большой масштаб Это такое вау Типа Блин Можно так подходить К жизни Это знаете типа Вместо того Чтобы тратить деньги Идти в ресторан Где выключен свет Сходите на ваш сайт Выключив свет В кавычках Установив Читалку экрана Например вот есть Очень хорошая читалка экрана Для хрома Она бесплатная В отличие от других инструментов Очень легко настраивается И собственно Мне с нее нравится начинать Ну а возвращаясь к апке Да Там есть несколько интересных моментов Как раз Рома мне Передавал какие-то Главные проблемы Там есть две вещи Одна чисто такая математическая И как раз связана С генерацией темы Дело в том Что апка Очень плохо дает Информацию На малом контрасте То есть она скатывается в ноль Если контраст Становится маленький Но все еще Видимый для глаза И получается что Он взаимопротиворечивый И тут проблема Для генерации тем Потому что у нас есть вещи Которые малоконтрастные И нас это не заботит Например там тени На темной теме Они малоконтрастные Но нам все равно Потому что Это лишь дополнительный слой информации Который если человек не увидит То как бы ничего страшного Но нам все равно нужно Как это генерировать А у апки Там ноль И он не отличается От одинакового цвета И слегка расходящийся Это главная проблема А вторая вот проблема Которая вот Вадим говорил О его перфекционизме Дело в том Что в апке Мы сравниваем контрастность текста Но мы же понимаем Что контрастность текста Зависит не только от Не только от цвета текста Она зависит От размера букв И размера не в пикселях Там фонд сайз А вот картинки буквы Толщина линий И вот это все Не только даже толщина линий Но еще и размер самой буквы На подложке То есть у нас Виртуальная подложка И вот В каких-то шрифтах На больше В каких-то меньше И Миндекс Он реально хочет Протащить математику Которая рассчитывает Для каждого фонд Ну типа Для каждого шрифта В отдельности И при этом Она такая сложная Ее так сложно читать Вот эти два Эти две момента Самые сложные Но я бы так сказал Что лишний раз Прогнать именно Ваш сайт Через апку Лишним не будет Потому что Некоторые вещи Она реально обнаруживает Гораздо круче Чем в ЦАК То есть в ЦАК Иногда действительно Дает тебе говорить Ой Проблемы с контрастами Нету А ты прям видишь Что он тебе врет Что-то Я полностью согласен Что к сожалению Апка Она в процессе разработки Вот Мне действительно кажется Что ни одному Инструменту контрастности Сейчас нельзя доверять Стопроцентно Потому что Действительно Доступность Она про Юзабилити Это на самом деле Дизайн Это не спецификация Но Проблема в том Что в законы Которые приняты в странах Они Типа за то Что у вас сайт Недоступный Есть огромные штрафы И Эти законы Они написаны По ВЦАГ И возникает Такая очень странная ситуация Где например Есть система Которая сгенерирована По Апке И она лучше чем Которая сделана По ВЦАГ 2 Но Вам формально Может прилететь штраф Если вы Типа Не будете следовать Другому алгоритму И Типа Черт Ну я не думаю Что кто-то будет подавать иск Если у вас Исключительная проблема Это небольшие Процентные рассаждения В цветах Контрастных цветов По ВЦАГу Обычно У среднего сайта Конечно Проблем совсем другого типа Но Да Формальность Может Может существовать Такая Что Контрастность По ВЦАГу Хуже Чем По Апке И Собственно Именно для этого Этот новый алгоритм И нужен Но мне кажется Что Нет ничего плохого Я согласен В том Что бы Не знаю В тех же самых Хром Девтулах По-моему Встроен алгоритм По Апке По крайней мере В Канарейке Раньше экспериментировали С этим Я не знаю Как доехало ли это До стабильного хрома Но там Эта линия Которая В Color Picker Появляется Когда вы тыкаете На цвет И у него есть Фон К сожалению Хром не всегда Соображает Что это Действительно фон Потому что Он не умеет Склеивать Разные блоки Если у вас На конкретном блоке Стоит фон И у него уже Указан текст Имеется ввиду цвета Вы получите Значение Контрастности И Там новый алгоритм Был И нет ничего плохого В том Чтобы Под этот алгоритм Подогнать И Получить Свой результат И сделать цвета Лучше Но Полагаться на Автоматическое Тестирование Ну то же самое Что я сказал Про ВЦАК-3 По сути Если вы занимаетесь Чем-то серьезным И ответственным Что За что вы берете деньги Если вы Делаете аудит И все остальное Если вы Не знаю Стратегию свою Планируете Наверное Сейчас будет Безопаснее Операция на ВЦАК-2 Если вы Просто пытаетесь Если у вас Нет такой задачи По разным причинам И вы Просто Хотите Сделать Доступный Сайт Читайте ВЦАК-3 Тоже Его По крайней мере Как все Тут упомянули Проще Читать Светников Понесло Новое следующее Фигма Добавила По три Ууууууууу Наконец-то Счастье Все стало лучше Напомню Что Несмотря на Всю рекламу, которая нам рассказывает, что мониторы, они отображают там 16 миллионов цветов, это все полная ложь. Мониторы отображают там примерно 30 цветов, 30 процентов цветов от того, что видит человек. И в том числе именно поэтому, например, там закат плохо выглядит на экранах. Типа вы сфоткали, показываете друзьям, они такие, что-то это как-то некрасиво. Ты такой, ну я там был, у меня типа слезы стекли по глазам. А я думал, это просто я плохой фотограф. Нет, это именно связано с тем, что экран не показывает цвета. Буду всем так говорить теперь, хорошо. Вот, и соответственно, почему? Потому что мы не можем отобразить более контрастный цвет, чем контрастность вот тех светодиодиков, из которых состоит ваш экран. То есть вот те цвета, неограниченные нашими светодиодиками. Но, слава богу, физика движется вперед, там скоро сверхпроводимость и так далее. И мы научились делать светодиоды, которые лучше, чем те, которые были в 90-х, когда принимали стандарт. И, соответственно, сейчас современные мониторы, особенно OLED, ну и типа хорошие LCD-мониторы, они отображают еще примерно там 25% цветов. И это круто. Это позволяет сделать ваш сайт ярче, ярче, сочнее, интереснее. И новый стандарт, еще вот эти дополнительные цвета, они называются P3. Они есть во всех айфонах, во всем железе Apple. И на самом деле они в реальности работают на всех телефонах Android с OLED, но там проблема с операционной системой, чтобы их отобразить. И, соответственно, у нас уже огромный рынок есть, Apple. И Figma добавила возможность вам, когда вы делаете дизайн, в Figma эти цвета использовать. А я напомню, вы давно уже можете их использовать в CSS. Есть специальные способы, ну, в том числе вот OKLCH, как функция цвета. Но мы тут поработали, как раз Рома Шамин, все благодаря нему. И поняли, что на самом деле Figma, конечно, они красиво все анонсировали, написали красивый трет, там дадим ссылку, почитайте. Но в реальности все это отвратительно работает. Смотрите, в чем проблема. Есть два способа думать про цвета. Первый из них – это OK, у нас будет такой же RGB, ну, то есть три значения – зеленый, красный и синий. Просто мы будем на них накладывать как бы так называемый профиль. То есть в том плане, что вот 100% красного – это на самом деле на этом устройстве 95%, потому что светодиодик сильнее. Или наоборот. То есть мы не даем какую-то общую систему координат. Вместо этого у нас вот такая матрица перемножения, которая на каждом устройстве умножается. И Figma, она добавила именно это. У вас нету способа внутри Figma выбрать какой-то переключатель и там задать параметры для P3. Вместо этого вы меняете настройки холста так, что ваш RGB 255, 128, 0. Вот эти значения, они становятся P3-шными, то есть они становятся сильнее. И в такой математике очень сложно работать, потому что вам гораздо больше коммуникаций нужно вести с разработчиком и так далее. И фактически это все позволяет вам делать только разработку под iOS сейчас, потому что в iOS именно такая математика. То есть я правильно так понимаю, что, ну как мы обсуждали уже в подкасте, когда мы обсуждали Oculus, «С твоей легкой руки», кстати, так теперь его называем. Сама идея Oculus H классная, ее хочется использовать, но у нас все верстальщики идут в Figma, копируют значения и переносят в код, а в Figma там все еще RGB. То есть банально дизайнеры не могут использовать эти цвета. И они это, получается, сейчас не пофиксили. Да, да, все так, все так. И при этом, ладно, дело в том, что в CSS есть отдельное свойство, Color, Display P3, и дальше, типа, вы пишете проценты для красного, синего, зеленого. Даже этого нет. Система просто настолько сложная, что ее реально используют только в разработке под iOS, именно нативной разработке. Да. Из хорошего, если они добавили P3, то они знают про KLCH, и, собственно, разработчики Figma приходили к нам в треды, мы с ними общались. Они заинтересованы в этом, и она в какой-то момент будет в Figma. И явно то, что добавили P3, это просто такой как-то низковещающий фрукт, который легко быстро сделать, пока они делают нормальную поддержку. Но ждем, ждем. На самом деле, давно хотелось тебя спросить, ну, вот вы злыми марсианами активно топите за OKLCH, что давайте его внедрять. А есть ли у вас какие-то замеры, что действительно пользователи стали счастливее? Ну, то есть, это просто потому, что мы можем, или потому, что действительно все-таки пользователи радуются? Вот тут хороший вопрос. Как бы, реально, АБ-тестов пока никто не делал, для того, чтобы такие цифры показать. Но есть похожие АБ-тесты, которые делали как бы совсем в другой области, которые показывают, что это важно. А дело в том, что вот когда появились OLED-экраны, вот эти светодиоды органические, они мощнее обычных. И поэтому там P3 появился естественным образом. Просто когда вы даете 100% зеленого, ну, имеется в виду напряжение на светодиод, то зеленый OLED светится гораздо более насыщенным. Практически вот как P3 будет зеленый. И Apple, они такие, так, нет, это неправильно, это не так, как задумывал дизайнер. Мы поэтому вместо этого возьмем, вон тут профиль наложим, и когда вы говорите 100% зеленого, мы на самом деле это сконвертируем лишь в 50%. И поэтому, собственно, цвета на айфоне выглядят ровно так же, как цвета на старом айфоне, потому что профиль приводит значение зеленого к тому, чтобы цветокоррепция произошла. А Android, как вы знаете, его делают очень разные компании с очень разным подходом к качеству и вообще как бы мыслями о будущем. И поэтому куча китайских производителей, они такие, о, огонь, экран более яркий, фигачен. И, соответственно, когда вы делали просто как бы вот ваш хекс-цвет на вашем сайте, который обозначает обычный зеленый в нашем обычном sRGB пространстве, классическом, так сказать, в старом блеклом, то на Android'ах оно становится ярким, потому что они просто его растягивают в P3. Так, конечно, делать странно, потому что это очень сильно меняет, как бы, дизайн. Плюс важный момент, мощность светодиодов для красного, зеленого и синего, она на самом деле неравномерно увеличилась. Она в разное количество увеличилась, и поэтому ваш цвет может становиться, ну, типа, ваш дизайн на Android-устройствах может стать гораздо более синим, например, ну, скорее зеленым, чем как бы вот ваш нейтральный цвет обычный. Но мы заметили, ну, как бы вот индустрия заметила, что это реально круто продается. И поэтому в какой-то момент даже производители, которые понимали, что таким путем идти нельзя, нужно, чтобы люди явно сдавали по три цвета, например, Google, они в какой-то момент, типа, у них появилась настройка сделать вот как у китайцев, чтобы, типа, цвета двигались по три, потому что людям это было нужно, они не покупали телефон. И в какой-то момент, когда вышел, по-моему, Pixel 4, они эту функцию убрали. И люди в Твиттере просили, включите обратно, я не хочу смотреть на этот скучный однотонный мир старых цветов. И они в какой-то момент выкатили, потому что люди просили. То есть мы можем использовать вот эту историю как пример. Ну, по-хорошему, конечно, кто-то должен провести обе-тестирование, но никто не проводит. Очень хочется как раз-таки, да, провести настоящее обе-тестирование. И я вот попробую со своей стороны тоже, ну, потому что я тоже хочу OKLCH когда-нибудь внедрить. Ну, банально там делаем дизайн-систему, и все, что ты говоришь про генеративность, она мне тоже очень близка, эта тема. OKLCH в этом плане гораздо более удобный. Ну, то есть даже наши дизайнеры это отлично понимают, но у них фигма. Они не могут ничего сделать, у них фигма. Да, да. Ну, если что, они могут заходить в Хьютон. Это генератор палитры, который написал Алексей Ардов. И, собственно, там используется уже математикой Kiehl's Edge. Они там могут сделать цвета, и потом как Hexer перенести, или как там JSON перенести фигму. Неудобно, конечно, но вот. Оно, да, если у вас есть сайт, на котором есть сочный лендинг с небольшим количеством ярко выраженных такого как бы цвета акцента, вот как, например, версель. Они вкрутили по три цвета. Пожалуйста, делайте обе-тестирование, поделитесь результатами. Очень интересно. У меня на сайте есть три ключевых цвета, по-моему, или четыре, я не помню. По-моему, три. Зеленый, фиолетовый и красный. Красноватый такой. Надо найти его какие-то вырвиглазные сочетания, попробовать. Я не знаю, как я смогу привести обе-тестирование, но, по крайней мере, попробовать что-то такое вдруг стало интересно. Ну, вот я сейчас сижу и думаю, а как я смогу этой фигме сделать? Никак. Видимо, нужно пойти в Хьютон и накрутить себе там цветов. Да, да. Ну, или в OCLCH, Color Ficker. Да, но монитор у меня есть, который поддерживает P3, так что, в принципе, инструменты есть для этого. Может быть, мой сайт стану чаще покупать? О, wait. Нет, не стану. Вышла хорошая статейка на неделе, вернее, кажется, уже на прошлой, да. И время летит. Август кончается уже практически, не успев начаться. Тут написал Кристофер Кирк-Нильсон про контейнер Style Queries. Такое более развернутое продолжение, что ли, статейки, которые он писал раньше об этом, про кастомные свойства, как он там переключает у себя темы с помощью хака. Ну, не знаю, помните ли вы, не помните. В общем, был такой хак, что ли, когда мы с помощью кастомных свойств внутрь CSS затаскивали вот эту вот логику. Ну, то есть это был такой логический тоглер, по сути. Ну, там же, скорее, немножко другая логика. Там это как initial, вот это вот свойство, и комбинация с adproperty. То есть это стало возможным так в тот момент, когда, ну, получилось adproperty, ты оказываешь какое-то свойство и ставишь ему initial значение. Он у себя в статей ровно это эксплуатирует, а это же только-только завезли во все браузеры. А подожди, а разве это без adproperty нельзя было сделать? А что-то такое, я помню, которое работало, какой-то адский хак, который я без этого работал. Ну, вот прям адским хаком я не пользовался. Я вот просто, я его, может, не понимал. Я очень боюсь нести в продакшн вещи, которые я очень плохо понимаю. А, это да. И он, кстати, сам пишет у себя в статье, что, ну, это нечитаемая вещь, вы можете ее попробовать использовать, но, возможно, ее после вас никто поддерживать не сможет. А вот initial я хоть как-то понимаю, потому что я adproperty с 17-го года жду. Ну, в общем, почему вдруг Кристофер начал писать об этом? Во-первых, появился там adproperty, все остальное, этот хак можно было писать сейчас вот более понятно, что ли. Но хак к хакам, нам нужен use case. И use case, собственно, как нам сделать удобную систему переключения светлой и темной темы, например, или, как в случае конкретно с ним, переключение разных тем на сайте. И это, мне кажется, две очень разные задачи, которые нужно по-разному решать, но об этом чуть позже. В общем, он у себя в статейке, собственно, приводит все примеры того, как он использует темы у себя на сайте. Ну, и вообще, в принципе, темную и светлую тему. Он немножко упрощает, скажем так, для понятности, я полагаю, упрощает задачу. То есть у него не много тем, а только две, светлая и темная. И, соответственно, он показывает, не знаю, старые способы. Да-да-да, на самом деле я вот вижу эти старые способы, там adproperty даже нет. Там есть вариант on-off-initial, и там нет adproperty как раз. Без них тоже работает. То есть там, да, там вы пишете off-пробел, у вас значение получается пробельное какое-то, и on-initial. А дальше вы проверяете с помощью фаллбека. Ну, внутри в вар ведь можно задать фаллбек. И если он приезжает или не приезжает. Там не совсем фаллбек, там скорее, ты когда вары перечисляешь друг за другом, если у тебя там два пробела идет подряд, это просто, ну, игнорируется, слопывается. Какое-то одно из значений, если оно включено, оно подставится в перемены. То есть там по факту такой водопад, как у тебя переменные прокидываются вот в твои дизайн-токены. Ну, он тут, для примера, указывает цвет и бэкграунд. И то есть он через пробел указывает два вара, у которых есть фаллбек, тот самый, который может примениться, если там не смогло распарситься. Ну, по сути, он использует принцип обработки ошибок в CSS. Ну, или даже не то, что обработка ошибок, а парсинга кастомных свойств. Да-да, все так. То есть это не ошибка как таковая. То есть в кастомных свойствах может быть любое значение, туда можно HTML даже запахнуть. Взял я разные эксперименты. Не то, чтобы это было полезно, но тем не менее. Так вот, речь в этой статье, конечно же, про этот use case, про разные всякие хакерские подходы и все остальное. Но главное, что мы получаем уже довольно-таки скоро, это контейнер-кверис, и в рамках этого контейнер-кверис style-кверис. Ну, или, по сути, два разных принципа, просто они идут под одним и тем же зонтиком, потому что для их использования нужна директива контейнер. Это контейнер, и там у вас появляется функция style, куда вы можете, собственно, передать какое-то, не знаю, допустим, если у вас color black, вы можете в зависимости от этого color black применить другое CSS-ное свойство. Но гораздо интереснее, если у вас есть кастомное свойство с определенным значением, и вы можете там theme, кастомное свойство придумать и дать ему значение light или dark. И в зависимости от, не знаю, какого-нибудь атрибута или еще от чего-нибудь, вы можете включать и выключать это значение, и внутри вашего CSS-а, по сути, появляется такой логический тоглер, который не зависит ни от add property, который не зависит от хака. Код на самом деле выглядит читабельно и понятно. То есть у вас такое медиа-выражение, как мы привыкли, но по-другому работающее на конкретное свойство, которое есть у конкретного, допустим, которое отнаследовалось на конкретный тег или на конкретный блок, который вы используете у вас в CSS. Выглядит неплохо, но у меня есть вопросики, конечно. Я видел как этот же хак, имеется в виду не то, что хак, а как контейнер query, где можно брать и ввешивать какое-то условие на появление custom properties, использовали, чтобы сделать снова перемиси, перемиси, ну, типа CSS, sas-mixing в CSS. То есть как бы вот в этой статье говорится про то, что давайте делать темную и светлую тему. Но мы вместо этого можем, например, сделать большой шрифт. И вместо того, чтобы вот описывать font-size, line-height и так далее, вы просто применяете на, ставите на элемент только custom properties, например, font-size 5, а в отдельном контейнер query, но не для конкретного блока, а вообще на любой тег. Вы говорите, что если в этом теге появляется вот этот custom properties, добавь туда эти CSS properties. Ну, то есть пока у нас в CSS working group работают над миксинами, или были там какие-то идеи, тут уже люди накостыляли себе миксины из того, что было. Ну, нормально. Никит, как тебе такое? Use case? На самом деле мне вот эта статья, она с одной стороны, мы это уже, кажется, даже в какой-то мере обсуждали, то есть это такая компиляция всех тех хаков, которых в Твиттере можно было нахвататься, там всякие вещи из будущего. Опять же, контейнер-стайл, на всякий случай нашим, опять же, слушателям, он пока что работает только в канарейке. То есть я игрался с этими демками, это прикольно, но затаскивать в продакшн, опять же, все еще рано. Но он подсветил здесь две вещи, которые, мне кажется, важно тоже подсветить. Во-первых, есть потрясающее свойство, которое говорит вам явно, задай вот такую цветовую тему системным скроллу, что у нас там еще системная, есть цвет инпута и так далее. Вы можете задать color scheme конкретный на... Ну вот, в общем, у вас есть контейнер, допустим. Вся страница, она темная. Но внутри контейнера для того, чтобы создать какой-то визуальный контраст, вы делаете светлый блок. Ну то есть он должен выделяться, там продаваться как-то и так далее. Так вот, если в нем внутри, в этом светлом блоке, почему-то показываются темные скроллы, это выглядит, ну, так себе. Так вот, он для себя открыл, у него там блочок такой Today I learned. То есть он этого не знал, а я просто периодически забываю, поэтому вот я сейчас вам напомню и себе заодно. Вы можете указать color scheme и написать двоеточие, не возможные варианты, которые выберет система, а прям прибить гвоздями. То есть вы говорите color scheme light. И в этот момент у вас все начнет работать классно внутри. Вот я это в последнее время все чаще использую. А вторая история, он начал тут использовать вот эти переменные, которые мы когда-то обсуждали, что не очень хорошо их использовать. Если что, опять же, в CSS есть константы, константы, которые браузер на самом деле дает вам пользоваться ими, типа canvas, canvas text, link text. Это такие константы. Они берутся из системы, вот эти значения. Браузер как-то куда-то какие-то цвета прокидывает, какие-то значения прокидывает. Вы их не контролируете. Они приходят из операционной системы. Но вы их можете использовать. Так вот он их предлагает использовать как initial value для каких-то вот, собственно, add property. То есть для цветов. Если вы хотите задать базовый цвет для вашей дизайн-системы, вы можете использовать вот этот вот canvas text как основной. Очень сомнительная история. Я не люблю, когда я не могу контролировать полностью, но, возможно, вам не какой-то такой микроменеджер просыпается. Но, по крайней мере, это интересно. Ну да, на самом деле, эта статья полна, я бы сказал, сомнительных решений. Мне больше нравится, как он экспериментирован над этим всем. И я, когда, собственно, заканчивал свой этот монолог, я сказал, что у меня есть вопросики к этой статье. И главный вопросик к этой статье, что, на мой взгляд, темные и светлые темы нужно делать совсем по-другому. То есть, то, что он предлагает, это вы пишете один файл стилей, в котором все завязано на атрибут data theme, например, или какой-нибудь другой комп-класс, который вы ставите на корневой элемент. И в зависимости от этого, собственно, каким-то таким уже, не знаю, практически императивным способом описываете... Ну ладно, хорошо, это CSS, у нас все декларативно, но, тем не менее, вы завязываетесь на одну точку и пишете много веток вашего кода. Насколько бы у нас не было вот этих всяких там style queries и всего остального, контейнер, add container style и так далее, мы все равно пишем, по сути, ветки. А на мой взгляд, важно, когда мы пишем светлые и темные темы. Я не говорю про ситуацию, в которой мы пишем разные темы. Вот конкретно у него на сайте есть наверху тогглер, который открывает меню, в котором там есть, не знаю, шесть разных цветовых тем. Это отдельная задача, там вам не обойтись без каких-то там, не знаю, классов, атрибутов, все остальное, что нужно там JS переключать и все остальное. Но когда вы пишете просто светлую и темную тему, у нас есть отдельная возможность подключать файлы с помощью тега link. и, соответственно, браузер будет решать, какой из них подключить. Вы туда можете засовывать, не знаю, целиком версию вашего CSS, но лучше туда засовывать просто конкретные цвета, конкретные переменные, которые будут в зависимости от соответствия там медиафичи color scheme включаться или выключаться. И это самый простой способ. И если вам нужно форсить переключение, вы можете, соответственно, там менять значение этих атрибутов медиа и так далее. То есть, что это даст, у вас будет сильно упроститься система, во-вторых, вы получите простейший фолдбэк у вас. Все будет работать без JavaScript, без всего, у вас не будет привязки. Вы просто будете у себя там на сборке генерировать по сути там три файла стилей. На самом деле, это все можно инлайнить в шапку вашего документа, потому что, я не знаю, набор цветов, которые вам нужны для вашей темной и светлой темы, он не такой большой. Вы это все инлайните или подключаете внешними файлами, и браузер сам все это переключает. Не нужно возиться с всякими атрибутами и так далее. Тем более, писать это все, прости господи, на CSS все эти тогглеры. Так что, статейка экспериментальная, классная, она говорит про эту фичу, и она заставила меня задуматься чуть больше про то, что я хочу использовать, вернее, где я хочу использовать этот механизм, контейнер квериса, вернее, стайл кверис. но сам способ, на мой взгляд, не очень правильный. Я, наверное, дам ссылку на свое видео, которое я там записал, по-моему, год, года полтора назад про то, как я, на мой взгляд, считаю правильным делать темные, светлые темы. Посмотрите, вдруг вам это подойдет, потому что, по-моему, все сильно проще, когда у вас есть отдельные файлы. Ну, я единственное, немножко побубню. Я помню вот этот твой подход с разными файлами, и когда-то у меня такое было, типа, да, точно, я хочу это использовать. Но, опять же, призываю наших слушателей, замеряйте перформанс, потому что подключение разных файлов, это в любом случае издержки сети. Ну, как бы там ни было. А Gzip, он суперклассно справляется с темами, когда вы переопределяете исключительно, ну, то есть у вас есть название переменной длины, пускай у вас там даже сотня этих переменных, но вы их просто свитчите как-то между собой. И у меня был такой небольшой экспериментик, разные файлы, ну, банально работают, медленнее. То есть вот это вот переключение, оно удобнее с точки зрения Developer Experience, но оно замедляет вот эти Core Web Vitals, хотя, опять же, не исключаю, что в каких-то ситуациях, ну, короче, Gzip, он, вы не можете полностью предсказать, где чего будет хорошо работать, потому что это зависит от того, какой у вас бандл. Не, на самом деле, у меня прямо сейчас на сайте, в моем блоге, заинлайнены эти переменные, и написан тег Style. У тега Style, внимание, есть атрибут Media. Можно тегу Style написать Style Media Prefers Color Skim Light, и внутри описать стиль, который применится только если у вас светлая тема нам системно или эмулируется. То есть, проблемы с внешними файлами решаются очень легко. А главное, не используйте, конечно, JavaScript для переключения темы. Я его очень часто вижу, когда люди там берут какой-нибудь в React-е Use Media, и смотри, как получается, возгружается сайт, сайт на светлом теме, он вам выжигает глаза, и только через секунду запускается JavaScript, который переключает темы. Хотя у нас в CSS есть медиа-выражение, используйте хотя бы медиа-выражение. Но есть сайты, которые делает Google, например, там YouTube Studio, например, когда ты на YouTube загружаешь видео, он хранит тему, пока ты не перезагрузишь страницу. Он не то, что на JavaScript делает, он это делает на сервере. Так вообще нельзя. Ну, а мое любимое еще развлечение, когда переключение темы сделано на JavaScript, и когда происходит переключение темы, у вас берется и перерендеривается дом. А поскольку это React, у вас забрасывается состояние. И вы, например, это было в твит-деке, ты пишешь твит, а написал уже большой твит, и тут типа ночь, у меня включается ночная тема, и сайт перерендеривается, и все мои сообщения исчезают, ура, типа лузер, добро пожаловать в мир. Обожаю, обожаю. Раз мы пришли к теме ненависти к React, вторая новость, на самом деле, она такой хак, как потащить сразу две идеи в подкаст. В общем, новое следующее. Вышел Astro 2.9, ну, сейчас уже 2.10, в котором добавили View Transition API. И первый момент, это сам Astro. Многие думают, что это фреймворк, ну, как вот есть React, есть Astro, да? Нет, нет, это совсем не так. Вот сейчас в JavaScript и веб-разработке есть такая определенная системная проблема нашего сообщества. То есть мы почему-то думаем, что должен быть один фреймворк и один сборщик на всю нашу, там, сколько там, тысячи людей. И получается, что мы сначала, например, там делали 10 лет, ну, 5 лет систему для приложений, ну, React, для SinglePage-приложений. И все, кто делал многостраничные приложения, они страдали. Сейчас наоборот. Сейчас команда React и многие другие, там, типа, Quico, они делают фреймворки, рассчитанные на SSR, соответственно, на многостраничные приложения. И те, кто делают одностраничные приложения, у них теперь ничего не получается. Это мне напоминает историю, как вот если бы всем раздавали или лопаты, или виллы. И мы то, значит, виллами пытаемся землю перекопать, то, значит, лопатами носим сено. Не должно быть один фреймворк. И, собственно, Astra как раз хороший пример, как должен быть подход к разработке. Astra это, технически, это сборщик HTML статичного. Его идея в том, что он генерирует статичный набор страниц, которые вы укладываете на сайт. Это не отдельный режим, это сама идея. И они прямо говорят, мы фреймворк не для всех кейсов. Мы фреймворк, когда у вас статичный веб-сайт. Документация. Документация, лендинг и так далее. И они эту задачу решают идеально. Next.js, подобные все решения, они крутые, там есть какие-то SSR, но это все настолько переусложнено, что это просто не работает. Вы в реальности, там выходит новая версия, и вы все переделываете, потому что ничего не работает. Потому что сложность больше, чем вы можете себе в голову заложить, и вы не понимаете, как Next работает внутри. Astra фокусируется ровно на одной задаче. Он круто ее решает. И поэтому, если делаете статичный сайт, попробуйте Astra. Это реально крутая штука. Даже если у вас есть один-два динамических компонента, там есть идея островов. Вы именно для этих двух компонентов можете использовать React или Svelte, или Vue. В общем, Astra хорош. И у них сейчас одно из самых лучших сообществ. Они на самом деле взяли очень хороших специалистов по сообществам. И они очень активно развиваются и вкручивают всякие интересные фичи. И в том числе они одни из первых, кто вкрутили фичу Vue Transition API. Что это такое? Это API для анимаций. Окей, можем подумать, но у нас уже есть Web Animation API, зачем нам еще? Это все равно сложно, все равно это сейчас не модно. И действительно, анимации сейчас находятся... Ну, анимации к ним такая синусоида любви и ненависти. И сейчас находится ненависть, их мало кто делает сейчас на сайте. Хотя мне они всегда нравились. Я всегда был сторонником правильных анимаций, которые дополнительно объясняют, что происходит пользователю. Но на самом деле мы их не делаем на сайте. В мобильной разработке анимации же есть. Мы их не делаем на сайте, потому что их сложно делать. Потому что все методы, которые мы сейчас используем, они империативные. Ну, типа CSS Transition, JavaScript API, всякие библиотеки. И вам нужно... Самая главная сложность с анимациями, вам нужно хранить дом узлы, который вы анимируете. Вот у вас, например, есть списочек, и в этом списке один элемент удаляется. Вы не можете мгновенно в вашем State Manager удалить это значение, перерендерить дом без этого элемента, а дальше показывать, как он исчезает медленно. Вы должны анимации принести в State Manager, чтобы пока он удалялся, он был еще в узле и никуда не двигался. И это делает анимации неподъемно сложными в вебе. И поэтому мы их перестали делать. Действительно, объективно сложно. И чем мне нравится View Transition API, он как раз... Это не новый способ анимировать. Именно анимации там делаются чаще всего с помощью CSS Transition или CSS Animation. Это новый способ, как работать с домом и как снизить стоимость анимации. Идея следующая, что когда вы меняете дом, вы вот это изменение оборачиваете в функцию, и эта функция, она берет, делает скриншот вашего дома до изменения дома, потом меняет дом мгновенно и делает скриншот после. И после этого вот эти два скриншота, они добавляются, как картинки, в дом, и они анимируются. Но это не просто одна картинка и другая. Вы в CSS можете разбить эти блоки, ну, эти скриншоты на разные элементы. Например, если вы переходите со страницы на страницу в Single Page Application, то вот, например, шапка, которой не было до этого, это будет один элемент, там, текст другой, аватарка третья. И вот эти все элементы, их картинки, их снапшоты, они будут анимируются с помощью CSS. Мне на самом деле показалось важным замечанием. Я совсем недавно обнаружил, что первый скриншот, который делается, ну, по сути, регулярно хранится перед, собственно, перед каким-то переходом между двумя состояниями, он статический, а второй скриншот динамический. Это даже не скриншот, это, по сути, фрагмент видео какой-то. И вы можете, по сути, его перемещать и во время трансформации, то есть, если во что-то происходит, там, не знаю, играет видео, или там гифка, или какой-нибудь градиент плывет, это все будет видно в этой трансформации, то есть, это все будет участвовать. То есть, это не статический скриншот, это меня поразило, конечно. Фишка в том, что на самом деле это не картинки, это просто способ, ментальная модель, чтобы о них думать. На самом деле, это видеопамять. То есть, когда ваш браузер рисует ваш сайт на вашем мониторе, есть специальная область памяти, собственно, которая связана с пикселями через видеокарту, и он там рисует кадры. И в тот момент, когда вы меняете дом, он просто берет, и вот этот блок, который был нарисован до этого, он копирует. Там даже, по-моему, без копирования обходится, на самом деле, реальное видео, это видеопамять вашей будущей страницы. Поэтому, если там играет видео, да, оно продолжает играть. И главная концепция, что это сложно объяснить, но насколько просто стало делать анимации. То есть, там есть сложная ментальная модель, которую нужно понять, но ее сложнее понять, чем попробовать. И вот, когда ты пытаешься ее делать, ты такой, да, это всегда то, что я хотел для анимации. Это вот как раз декларативный способ анимации, где вы, вот у вас есть страница, а до состояния, после. На самом деле, в 90% случаев, вам даже не нужно будет описывать эту анимацию. Вы просто разбиваете ее на блоки, которые нужно анимировать, и браузер сам их переместит из старого положения в новое. Вам ничего делать не надо. А, ну, там, еще в 5% случаев вам нужно немножко там подтюнить, как это анимироваться, но чисто на CSS. А многие могли читать о View Transition в совершенно другом контексте. Изначально эту спеку написали для того, ну, как я понимаю, что ее написали для того, чтобы делать анимации при статичном переходе между страницами, то есть при Multipage Implication. Но вот эта функция, как раз ее до сих пор не допилили. Она все еще под флагом, потому что там довольно сложно. А они доработали спеку и сделали для вот SinglePage Application. И она сейчас, прямо сейчас, в Chrome работает. Поэтому если вы любите анимации, как и я, вы можете ее добавить в Chrome. Там важный момент. Она не поддерживается в Safari и в Firefox, и в ближайшее время вряд ли будет поддерживаться, потому что браузеры не очень хотят ее добавлять пока. Они хотят посмотреть, как она будет применяться. Но анимация, это же прекраснейший способ для Grateful Degradation. То есть если он будет только в Chrome, ничего страшного. Но не забывайте про медиак выражение не делать анимации, если пользователь попросил настройок операционной системы. Я, на самом деле, притащил еще один инсайт из эпизода FWord, который выйдет в понедельник вместе с этим подкастом тоже. Джейк сказал, что спеку с самого начала разрабатывали, он как, собственно, автор всего этого, спеку с самого начала разрабатывали с расчетом и на SinglePage, и на Multipage. То есть не было, типа, это мы сделаем первым, мы этим доработаем. Просто проще было выпустить JavaScript-овый API первым. Это был такой план с самого начала. То есть у них декларативность и императивность, ну, здесь две разные версии этого API, были задуманы с самого начала. Более того, что ребята из Mozilla, что из Apple, они участвовали во всех обсуждениях и на уровне CSS Working Group, и на уровне там других объединений. Так что браузер на это смотрит с симпатией, и нет такого, что кто-то скажет, мы это внедрять не будем. Вопрос времени, судя по всему, не знаю, если в следующем году добавят в какую-нибудь, не знаю, очередную программу браузер, давайте все внедрять, как она там называется, я уже забыл, Никита. Интероп. Интероп, да, если все это в интероп добавят, то, не знаю, у нас хорошие шансы все это получить. К тому же, ну, фича непростая, но мне кажется, вот я ее внедрил, я опять же могу дать ссылку на свой знаменитый коммит, на свой блог, я ее внедрил, не знаю, в Chrome Canary, если вы зайдете на мой PPLs.bdf, и вы увидите, как там переходы между страничками, очень синглпейджево выглядит. А Astra, учитывая, что они, что ML first, я от них ожидаю, что они будут внедрять это тоже, декларативно, статически, но, конечно, у них там это все через API тоже будет работать, если особенно эти динамические острова и все остальное. Вот, как Андрей вначале сказал, они выпустили версию 2.10 уже, в которую они добавили еще дополнительный этот ключик Transition Persist. В общем, ребята пытаются на волне этого хайпа и интереса, что ли, к этому View Transitions тоже про себя рассказать. Мне кажется, очень-очень-очень приятное сочетание, когда генератор статики плюс View Transitions делает вам нормальные Single Page Experience, по-моему, идеально. Да, как я понимаю, в Астре это сделано так, что у них есть JavaScript, видимо, который именно, когда вы включаете эту фичу, он подключается и при переходе между страницами он все-таки делает, ну, как бы это называлось поджакс, не когда вы перерендериваете страницу, а когда вы грузите обычную страницу с помощью JavaScript и меняете дом. И за счет этого он может включить сейчас эту анимацию уже в обычном браузере. Типа, для Single Page Application эта анимация работает уже сейчас, кроме обычных флагин не нужно включать. В результате получается реально очень красиво, приятно, хорошо, и при этом это реально все делается, подключаете плагин, подключаете директиву, в CSS разбиваете вашу страницу на дополнительные узлы, которые нужно анимировать отдельно, и оно выглядит уже красиво. Ну и давайте перейдем к теме, раз к которой мы, собственно, Андрея позвали. Андрей не молчал все это время и действовал как ведущий всю дорогу. Отлично, я только рад. В общем, мы пару недель назад прогремел DevTools FM, который мы сегодня уже упоминали, эпизод подкаста какого-то, послушайте целиком, там почти часовое видео, и там есть фрагмент, на который мы ссылку тоже дадим с тайм-кодом, где Андрей говорит, ну, короче, Lightning CSS лучше, давайте все переставайте использовать пост-CSS, потому что, ну, какой смысл Lightning лучше, он на расте написан, быстрее работает, некоторые вещи внедрены уже, которые мы только хотели внедрять пост-CSS. Короче, все, конец проекта, закрываем, расходимся, ребят, какой смысл. И в этом месте мне стало очень интересно. Я две недели уже жду, собственно, Андрей, ты чего? Да, да, все, ну, типа, не все именно так, как ты описал, ты некоторые вещи преувеличил, давай, типа, сначала расскажем. Я умею сгущать краску. Да, вкратце, самое ядро, переходите на Lightning CSS, да, все так. При этом, на самом деле, это давно уже, вы могли не замечать, что Twitter пост-CSS постоянно продвигает и рассказывает, какой Lightning CSS хороший. Ну, мы, собственно, это делали и про CSS3, но его было сложнее внедрять, а Lightning CSS гораздо проще, внедрить, и, собственно, это начало иметь эффект. История следующая, что Lightning CSS, это вообще изначально автор парселя, он, к сожалению, проиграл битву с Вайтом, ну, типа, давайте говорить честно. Там самое обидное, у него, на самом деле, парсель один был прекрасными сборщиками, вообще не представляет, но ему не хватало гибкости, и они начали перейти вторую версию, и в итоге ее задержали, и пока они там допиливали вторую версию, в этот момент команда Vue взяла и разделала нормальный сборщик, если что, сейчас VuePack не нужен, Vue реально все решает. Но для того, чтобы продолжать сражаться, парсель, команда его, они сделали отдельный инструмент для работы с CSS, чтобы увеличить скорость перед парселем, и они сделали его очень быстрым, в том числе, я написав на Rust. Это назывался парсель CSS, и вдруг оказалось, что на самом деле это реально крутой инструмент, его проще продвинуть, чем конфликтовать с Vue, и поэтому автор парселя переключился на этот инструмент, переименовал его в Lightning CSS, с Parcel CSS, и сейчас продвигает как отдельный тул, и его, собственно, хотят внедрять в Vue, хотят на нем сделать новый Tailwind, и, собственно, вот так аккуратненько разносят по сборщикам. И я считаю, что это правильно. Почему? Первый момент, он быстрее, но не из-за Rust. Мы сейчас видим, как многие инструменты переписывают на Rust, и действительно, ну, как бы, становится быстрее, но дело в том, что одновременно с переписыванием на Rust они справляют ошибки, это совершенно новое поколение ПО, которое по другой архитектуре пирится. И вот, например, Роман Барнов прекрасно показал на CSS3, как можно на JavaScript сделать инструмент, который измерим скос по скорости с Lightning CSS. Вопрос, как вы подходите к архитектуре ПО. Lightning CSS быстро, потому что он использует практически большинство на работах, которые, собственно, применяют CSS3. Только там некоторые вещи делать проще на Rust, типа, работа с памяти, например. И, то есть, первый момент он быстрее, второй момент, он парсит CSS не только по самым главным блокам, а он отдельно распарсивает отдельные значения. Там, где в POST-SS нужно было использовать дополнительные плагины, и, в общем, это было не очень удобно. Теперь Lightning CSS, он парсит все, и если вам нужно заменить одну функцию на другую, то вы сейчас это можете сделать. При этом Lightning CSS, несмотря на то, что он написан на Rust, к нему можно добавлять небольшие расширения, написанные на JavaScript, через мост между Rust и JavaScript. Но дополнительно, вот POST-SS это такое маленькое ядро, которое ничего не умеет, вы все плагинами делаете. Мы с самого начала поняли, что на самом деле это такой неправильный подход. На самом деле нужно ближе идти к пути Ruby on Rails. Нужно дать то, что нужно 80% пользователей уже готовых в пакете, и отдельно дать возможность все это перенастраивать, писать плагины только тем 20%, которые делают что-то необычное. Но мы это сразу поняли, но тогда уже мы на время с этим поняли, что CSS community это не то комьюнити, которое реально уважает авторов CSS-тузов, и мы ничего не получим за эту работу, и поэтому, собственно, забили. А Lightning CSS писался с нуля, и они, собственно, сделали это правильно. В Lightning CSS уже есть в кавычках автопрефиксер, уже есть пост-CSS пресет env, и уже есть minifire. Круто. Ну, подожди, все-таки здесь интересно, ты говоришь про комьюнити, есть minifire, у меня основная история как-то конфликта внутреннего у меня в голове, что переходить на Lightning CSS, это как раз-таки плагины. Ну, то есть понятно, что большинство плагинов, которые ты назвал, они у меня, естественно, тоже включены, они уже, допустим, есть Lightning CSS из коробки. А что делать с остальной экосистемой? Ну, типа, у пост-CSS огромное количество плагинов. Ну, типа, если посмотреть пост-CSS плагин список, ну, там очень много всего, и оно автоматически как-то подключается, я насколько знаю, по пост-CSS презетенф и так далее. Lightning CSS все это тоже умеет? Есть еще куча плагинов, которые люди для себя сами написали, которых в NPM нет. Да, да, да. Я бы сказал так. Вот, например, есть плагин, который я больше всего люблю, мы про темы говорили, есть плагин пост-CSS dark theme class. Эта идея в том, что вот вы пишете темную тему через медиа-выражение, но хочется иметь переключатель. И оно просто берет, находит все медиа-выражения и добавляет, собственно, туда же класс. А вот такой плагин вряд ли будет из коробки в Lightning CSS когда-нибудь. Его можно переписать на Lightning CSS, но понятно, что это вряд ли кто-то будет делать. Поэтому просто поставьте пост-CSS после Lightning CSS. То есть у вас в половине проектов не нужно ничего. В половине нужно. Но используйте дополнительные плагины, собственно, после. То есть ты предлагаешь такой pipeline. Я заменяю пост-CSS как сборщик моего CSS, он Lightning CSS. И если мне нужно что-то слишком кастомное, я поверх этого прогоняю пост-CSS. Да, да, прекрасный вариант. Но тогда скорость сборки же упадет. Есть определенные преимущества от того, чтобы все делать по одному AST, но, по-моему, все-таки именно вот из-за особенности того, как хорошо написаны те тузы, которые в Lightning CSS, у вас, скорее всего, будет прирост. Это надо мерить, это на каждом CSS будет свой. То есть те накладные ресурсы, которые вносят автопрефиксер пост-CSS пресет ENV, по-моему, он все-таки поверх парсинга. По-моему, он с измерим с тем скоростью, с которой все делает Lightning CSS. Он типа в 6-10 раз быстрее. Ну, ты прям замотивировал. Вообще, интересная ситуация. Человек пост-CSS говорит мне перейти на Lightning CSS и замерить, что стало лучше. И у меня такого еще не было. А это смерть проекта или что? Ну, у нас, допустим, с Никитой и у всех слушателей есть перспектива какая. У нас в рабочих, личных, в любых проектах есть пост-CSS, и мы им пользуемся. Мы хотим понять, что нам делать дальше. Это одна перспектива, как мы смотрим на эту ситуацию. Но мне еще интересно, как ты на это смотришь, как автор проекта, как лидер сообщества пост-CSS, которое вокруг этого все организовалось. Ты какую судьбу видишь у всего проекта? То есть он, это какой-то закат, это какое-то существование в других размерах, что ли, с другой степенью важности, проект скукожится обратно до автопрефиксера, с чего все начиналось, или что? Ну, а пост-CSS не закрывается, не будет закрываться. То есть он будет поддерживаться, все у него будет нормально, единственное, не будет добавляться принципиально новые фичи. Скорее всего, я не буду делать все-таки парсинг отдельных свойств, ну, значение свойств, это слишком сложно и в данный момент как экосистема. Пост-CSS будет просто не развиваться по количеству фич, но ваши старые плагины будут работать, он будет обновляться на новый Node.js, если будут какие-то возможности ускоряться, ускоряться. Тут есть такой важный момент. Мы как-то совершенно неправильно воспринимаем развитие open-source. Мы, во-первых, думаем, что каждый автор open-source хочет, чтобы его продуктом пользовались чаще. Я не хочу. Мне же люди вот эти, которые пользуются пост-CSS, они ничего не приносят. Поднимают только силы. Как я говорил, мы как бы потеряли интерес к пост-CSS, потому что CSS-комьюнити, оно не отдает обратно авторам CSS-толзов. И ресурсы, которые ты в них вкладываешь, ты не получаешь какие-то дивиденды, тебя не зовут на конференции и так далее. Поэтому, собственно, чем меньше людей будет пользоваться пост-CSS, тем больше у меня будет свободного времени. Пожалуйста, отпустите меня домой. То есть это усталость какая-то или разочарование? Ну да, да-да-да-да. Не, ну, типа, у меня есть определенное разочарование в CSS-комьюнити. Ну, я давно уже говорил, что, собственно, не хочется вкладывать силы в CSS, но хочется вкладывать силы в другие ресурсы. А пост-CSS их отбирает. Но есть еще другой момент. Дело в том, что любой инструмент, у него вот в какой-то момент, он полностью решает ту задачу, для которой он был создан как инструмент. Я могу такое сказать про автопрефиксер? Да, да. Его закат очень очевиден, но пост-CSS... У проекта есть два варианта. Это либо полностью переоподелить себя и сломать совместимость, а все ваши старые плагины тоже умрут в этот момент. Либо продолжать развиваться, но в рамках вот этой маленькой задачи, которую она решает. И, собственно, пост-CSS мы хотим развивать в рамках вот этой задачи. То есть, на самом деле, что только пост-CSS? Это парсер CSS для JavaScript. И это, ну, типа, базовый парсер. Это важный момент. И это инструмент для автоматизации небольших изменений с помощью JavaScript-ных плагинов, которых легко и быстро хакать. Ну, то есть, легко и быстро писать под вашу задачу. И Lightning CSS, на самом деле, если подумать, он немножко другой. И мы можем либо тоже пытаться развиваться в скорость, ломать совместимость с плагинами, убивать нашу экосистему и стать ровно тем же Lightning CSS-ом, тулзой без экосистемы, потому что, чтобы получить фичалы Lightning CSS, требуется все убить. Либо мы можем забить и остаться ровно тем инструментом и решать те задачи. Хитрый момент. А многие думают, что как только проект перестал развиваться, у него сразу теряется количество пользователей. jQuery до сих пор самый популярный фреймворк. React менее популярный, чем jQuery. А чего там у jQuery в NPM? Тоже, наверное, миллионы. Да, да. И в этом как бы главный, ну, типа там чуть сложнее, потому что все-таки в тот момент, когда вышел NPM, там надо смотреть разные способы доставки, которые были популярны на тот момент. Да, да. Скорее-скорее jQuery с CDN, чем с NPM. Да, да. Но важный момент, что тулзы, они не умирают. Их поддержка, я, скорее всего, 80-летним стариком буду. И мне такие, типа, ой, исправьте, пожалуйста, ошибочку в вашем пост-CSS. Ноду обновите, да? Да, да. Я такой сейчас зубы вставлю, там, не знаю, от инсульта отойду и пойду обновлять. Типа это будет бесконечно. Это единственный мой гарант старости. Я очень надеюсь, что когда мне там будет 90 лет, а пенсии у нас нигде не будет, потому что развалится пенсионная система, я буду банком исправлять пост-CSS под их, типа, задачу, потому что у них будет легоси-система, написанная, там, сколько там получается, 50-70 лет назад, и они не могут уйти с пост-CSS. Их он будет поддерживать. То есть ты хочешь стать таким специалистом, как сегодня, не знаю, специалисты по Каболу, да? Да. Вот, вот, вот. Вот, вот. Такой встав. На самом деле, мне все-таки как-то, я всегда переживаю за комьюнити. Я отлично понимаю твою позицию, что CSS-комьюнити, оно мало возвращает, потому что как-то, если бы я был верстальщиком и не очень хорошим дживоскриптером, я бы вряд ли мог принести какую-то пользу, да? А есть такая нюанс. Ну, в общем, мне очень жалко экосистему, которая сейчас существует. Пост-CSS-плагины, это действительно, ну, то есть сама по себе архитектура пост-CSS, она классная тем, что фронтендер, который использует этот инструмент для фронтенда, может в нее влезть и что-то сделать. Ну, это как пример VS-код, да? VS-код, экстеншены мне, я писать могу, а в VDE-шке там JetBrains не могу, потому что я фронтендер, я не понимаю, что там происходит. И та же история с Lightning CSS. Я понятия не имею, как мне написать на Rust-е расширение, которое будет мне помогать. Оно не пишется не на Rust-е, оно пишется на дживоскрипте, но там есть особенность. А-а-а. Там API сложнее, чем даже событийный API пост-CSS. Там API ближе к Babel. То есть вы как бы возвращаете всегда ноду. И это усложняет многие такие операции, где вы, например, хотите вставить ноду вперед и так далее. Поэтому я скажу так, если вам нужно быстро захачить какую-то штуку и посмотреть, эксперимент провести и так далее, это всегда будет проще делать на пост-CSS. Потому что ментальная модель проще, потому что AST проще и так далее. Но когда вы ее уже сделали, у вас уже большой проект на нем зависит и он начинает тормозить, вы в этот момент можете взять и переписать этот код на Lightning CSS. и, соответственно, оно будет нормально работать. При этом еще важный момент. Нужно еще понимать, что будущий Lightning CSS у нас тоже под вопросом. У него есть главная фундаментальная проблема. Она связана с тем, что раст разработчиков мало, и у Lightning CSS все это держится на одном человеке по-настоящему. Все фичи. И нимификатор, и полифилы, и префиксы. Ну, префиксы-то не так важны, а вот полифилы, например. И если у него будут проблемы, и он потеряет, например, мотивацию, то оно перестанет развиваться. А, например, вот когда вышла новая спека для CSS, понятно, что ее легче запилить на постссс-профиксы-энф. И там, скорее всего, полифилы всегда будут развиваться чуть быстрее, потому что там легче хакать. И в этом плане постссс всегда будет оставаться как такой быстрый инструмент, который создан для того, чтобы быстро набрасывать плагины. А Lightning CSS как для того, чтобы делать то, что мы уже умеем делать. Давно и хорошо. Это, типа, прекрасное развитие. Как я уже говорил про React, у нас не должно быть одного инструмента. Нам не нужны виллы, чтобы копать землю, и лопата, чтобы носить сено. Я недавно послушал свежий эпизод подкаста Игалия, называется Игалия Чац. И там Брайан Кардилл и Эрик Майер пригласили Зака Лазермана, у которого есть проект Eleventy, собственно, генератор статики, который я, в общем-то, пользуюсь практически для всех своих проектов. Ну, потому что есть старомодный. Да, я на Astra еще не переехал. Так вот, Зак Лазермана очень интересно говорит про судьбу проекта Eleventy, потому что у Netlify были перестановки. Собственно, ну, Зак начал свой проект Eleventy как сайт-проект, опенсорсный, решал свои задачи. Потом комьюнити подхватило, все понравилось. Там, не знаю, web.dev написано на Eleventy и все остальное. То есть есть много больших проектов, которые на нем написаны. И в какой-то момент к нему пришли из Netlify и сказали, мы берем тебя на фулл-тайм работу, чтобы ты просто разрабатывал Eleventy. И это было очень классное предложение. Зак от него не смог отказаться. Плюс у Netlify хороший имидж в рабочих сообществах. Потом у Netlify сменились приоритеты, и Зак, собственно, сейчас оказался на улице и не смог придумать себе нормальную модель для Eleventy нормальную. И говорит, мы некоторые вещи сделаем помедленнее, некоторые приоритеты пересмотрим. И на самом деле в самом конце подкаста, или в самом начале, по-моему, в самом конце, Брайан Кардел делает эту урезочку. Зак нашел работу, Зак нашел новый дом для Eleventy, по сути. Так что, да, у проекта снова появится, видимо, по этой же модели она будет все работать. Я к чему веду, что ты до этого говорил про жизнь проекта, про open source, про то, как сообщество относится, не относится. И вот в этом подкасте в течение часа ребята даже больше очень интересно говорят про жизнь Eleventy, про open collective, про деньги, про индивидуальные контрибуции, про контрибуции компаний. И эпизод немножко грустный. Но в конце хорошая новость, поэтому, в общем, очень интересна вся вот эта вот история, что про пост-CSS, что про Eleventy, про подобный open source. Причем у некоторых open source хорошо получается, реальное сообщество вырастает, ты реально видишь человека, а не просто пакет в NPM. И мне кажется, у пост-CSS было такое чувство какой-то живости, какого-то стиля, какого-то собственного языка. Я никогда активно в нем не участвовал, но со стороны казалось, что это все живое, хорошее. Мне показалось, или были тоже проблемы какие-то внутри, которые, собственно, тебя заставили, Андрей, ну, уменьшить свои усилия, уменьшить свои, изменить приоритеты? Основной главной проблемой это было именно нехватка мотивации. И она связана, на самом деле, не с верстальщиками, как вот говорил Никита, она связана как раз с звездами CSS. В Америке CSS-комьюнити почему-то нет вот этого концепции фронтендеров, как у нас. И в итоге они, люди ответственные за CSS, многие, они ненавидят JavaScript. И поэтому они не любят любые тулзы. И поэтому они тупо вставляют палки в колеса любым людям, которые создают тулзы, давайте честно говорить. И, ну, типа, зачем тратить силы, если я не получаю социальное внимание, которое я люблю? Я, типа, я кормлюсь социальным вниманием. Я сделал тулзу, у меня есть внимание, я, типа, ее буду развивать. Этого нету, я не буду это развивать. Все просто. В самом сообществе, видишь, пост-CSS очень дестерализованное сообщество. И поэтому, на самом деле, очень мало общались между различными CSS, авторами CSS плагинов. Там другая проблема была, что, так или иначе, практически каждый мейнтейнер крупного CSS плагина, он выгорел. Потому что как раз вот это сообщество ему ничего не отдавало взамен. И даже, наоборот, создавало палки, блокируя распространение информации об этих изменениях. И, как следствие, практически не осталось людей, которые пишут плагины. Сейчас максимально активно развивается только плагин по CSS-предсенту. И ребята при этом реально пытаются прокоммуницировать с CSS-working-групп, как-то вот, ну, типа, установить какой-то контакт с комьюнити. Но там ровно такая же ситуация, поэтому снова ждем, когда они сгорят. Я часто скажу, что Lightning CSS тоже, скорее всего, так же закончится, потому что действительно давящая ситуация. Но, типа, может быть, нет, я буду очень рад. Ну, после CSS-предсента Энва тоже был этап кризиса. Там Нил, или кто-то там, изначальный автор, его несколько лет у него были сложности там и с работой, и со всем остальным. И я к нему года полтора с регулярностью ходил, пожалуйста, сделай так, чтобы в Firefox у тебя, не знаю, не было черного текста на черном фоне на главной странице документации постпредсесс Энва. Он мне обещал десятки раз, но так и не смог. Человеку, ему реально было тяжело. А потом нашлись новые ребята. А я к нему каждые полгода ходил, сделал страницу донатов. Я тебе буду денег донатить на работу. Ну, вот видишь, даже деньги сложно принимать, когда у тебя жизнь как-то не так идет. Ну, в общем, я рад, что постсс презент энв переформатировался, новые люди подключились, и это действительно пока главный, что ли, use case, вот полифилинг CSS. Слушай, еще одна мысль, которую я хотел сказать, был момент, когда у постссс не то, что появился конкурент, но какой-то похожий инструмент, тот самый Рома Дворнов, тот самый CSS3. это был интересным способом зайти в экосистему постсс, он написал плагин, собственно, ну, по-моему, для минификации написал, собственно, плагин CSS4 для постсс, и вообще, ну, стал, скажем так, альтернативным решением, но не было такого, что ты в какой-то момент сказал, а, все, постсс не нужен, потому что есть CSS3. А тут ты сказал такое. Ситуации были разные, время было другое. Вадим, я прямо лично типа репостил постоянно CSS3 в аккаунте постсс, такой, смотрите, она гораздо быстрее, чем постсс, попробуйте, пожалуйста, отпустите меня домой. Нет, там была другая проблема, ну, типа, я не говорил это про CSS3 в контексте, вот, берите и переходите на него в ваших проектах, потому что для CSS3 не было того набора плагинов, поэтому я, собственно, говорил, берите CSS3 и пытайтесь на нем разрабатывать. Собственно, в докладе про постсс, например, помнишь, в Питере, я говорил про будущее постсс, там я говорю, что вот есть CSS3, он быстрее, попробуйте его, клевая тема, перепишите ваши тулзы на него, вот, но тулзы не были переписаны, потому что, опять же, при том, что на самом деле там был довольно неплохой API плагинов, но снова вот это, как будто туман, который не позволяет информации проходить, и все CSS комьюнити, оно просто не слышало про то, что есть CSS3, я поэтому пытался помочь, рассказывал об этом, говорил, но вот типа дальше никто не передавал, потому что, ой, это тулзы, мы не хотим о них разговаривать, мы лучше про спекту поговорим, и на конференции типа не приглашал доклады и так далее, и в итоге как бы CSS3 не стал популярным среди авторов плагинов, и поэтому нельзя было рекомендовать его как набор решений, который реально делал все задачи, и как следствие, вот типа поэтому немножко разное отношение, а Lightning CSS, он все-таки уже готовый инструмент для N-пользователей, который реально все решает, и там у KLCH тоже можно делать. Ну, посмотрим, может быть у Lightning CSS получится, не знаю, в маркетинг получше играть, хотя были хорошие примеры и со стороны пост-CSS, и CSS3 тоже Ром пытался продвигать. Меня реально смущает Rust, ну и ты тоже говоришь, что это проблема как узкое место, потому что это все-таки инструмент для фронт-энд сообщества, и когда мы, не знаю, говорим про, не знаю, VS Code, мы тоже такие плагины на JS можно писать, когда мы говорим про любые инструменты, не знаю, тот же самый SAS, написанный, собственно, на Ruby, тоже всем создавал проблемы, потом его там переписали, на чем-то его несколько раз переписывали, и все пользовались этим, господи, лесом, потому что он на JS написан, и типа лучше в экосистеме работает, как бы без проблем ставится через NPM, не нужно там компиляции, это не зависит от твоей платформы, это не архитектуры твоего, не знаю, ноутбука. В общем, всегда решения на чистом JS всегда так или иначе выигрывали из-за расширяемости, из-за простоты установки, и все остальное. Я не знаю, я уже месяц назад, наверное, где-то начал работать с проектом, у которого зависимости два года не обновлялись, и там я не смог просто поставить себе SAS, потому что у меня архитектура ноутбука, ну, M1, Apple, и в общем, все было очень сложно, и я до сих пор с этим бодаюсь. То есть я уверен, что Lightning CSS тоже может ставить такую зависимость, которая там не скомпилируется, не скачается, еще что-то такое, потому что бинарник. А вообще хочу предложить добавить в шоу-ноутах ссылочки на поддержать PostCSS, поддержать Lightning CSS. По-моему, у обоих проектов есть какие-то там донаты. Вот, PostCSS точно есть. Купить Андрею пиво, да? Да как минимум. Ну, типа, смотрите, Андрей хочет, чтобы его отпустили домой, пускай он с мороженкой сходит. Или что там в Барселоне пьют? Вермут. Вот мне в этом плане очень понравилось, как Telvin в свое время они использовали PostCSS, и я им очень помог. В какой-то момент автор Telvin-то созвенился со мной и такой, слушай, у нас проблема такая. Я такой, ну, давай, типа, экран пошарим, я, типа, помогу. И помог. И он, когда они подняли деньги, в какой-то момент, помните, давали деньги любым DevTools'ам на их, типа, бизнес. Ему дали довольно много денег, и он, типа, отвалил 10 тонн PostCSS. Я, собственно, на эти деньги съездил по Америке. Это был прикольный момент. И, ну, как бы, что-то подать должное, я взял и выпустил восьмую версию PostCSS. Она, ну, типа, мы решили кучу проблем, которые у нас были, сделали кучу плагинов, типа, кучу планов, которые мы давно хотели. И экосистема PostCSS такая, типа, блин, зачем? Зачем сидит никуда и дарить денег? Было нормально. Фишка в том, что переход с семерки на восьмерку был довольно болезненный. А, я помню, помню. У меня были разные несовместимости, там что-то ругалось постоянно, отваливалось. При том, что мы продумали, мы все продумали, черт, оно сломалось неожиданно на месте. И как раз самая обидная, это AlvinDue пришлось гораздо больше всего переписывать. У них там, ну, типа, у них архитектура была не очень подходящая под то, что мы переписали. И человек заплатил, чтобы помочь, и создал себе проблем на пустом месте. Если бы он не заплатил, я все равно съездил в путешествие, просто бы не выпускал бы седьмую версию, ну, не выпускал бы восьмую версию. Вот так вот не знаешь, что тебя догонит. Ну, это одна из причин, почему я не хочу добавлять новые фичи в Post-CSS. У нас огромная экосистема плагинов, и их просто все сломают снова. На самом деле, реально, вот, Post-CSS в современной ситуации, она решает все задачи. Что-нибудь новое добавить в CSS, Post-CSS это отпарсит как раз ровно потому, что мы не парсим вглубь. А если мы добавим глубокий парсинг, нам придется постоянно обновлять наш парсер под новые значения. И так далее. И получается, что реально, как бы, вот, текущее состояние Post-CSS, это как бы, ну, оно достаточно. Там ничего не убавить, ничего не добавить. И, смотрите, ничего страшного, если Lightning-CSS вдруг в какой-то момент умрет, потому что у нас всегда будет Post-CSS фоном. На самом деле, если у проекта есть хорошее комьюнити, и эта комьюнити состоит не из одного человека, то этот проект местами лучше, чем самый популярный. То есть ты мне сейчас сэкономил время, да? Я могу завтра не переписывать все на Lightning-CSS? Типа, если у тебя все работает на Post-CSS, не переписывай на Lightning-CSS, нет проблем со скоростью. Если у тебя есть какая-то задача, которую ты не можешь решить, тогда переписывай. Вот, что на самом деле, как если у вас есть какая-то проблема, ну, то есть, когда у вас сборка огромных файлов занимает много времени, это стоит вам денег на каком-то сервисе, тогда, наверное, Lightning-CSS норм. Я, если что, просто на Галпе сижу, меня устраивает. Ну, типа, у меня там даже Post-CSS не везде есть. В некоторых проектах у меня просто Галпом собирается отдельный пакет CSS, о, и все хорошо. Слушай, это хороший пример человека, который не гнался за новинками, не переходил с Гальпа там на Vpack, потом там на Vite, просто использовал то, что работает. Вот, да, вот так надо жить. Ну, и переходим к рубрике «Вопросы от наших читателей». Читателей? Слушателей. Аудиочитателей. Давайте так. В общем, мы, как обычно, принимаем вопросы на подкаст собака WebStandards.ru, выбираем самое интересное, и вот Иван спрашивает. У меня на проекте есть необходимость изменять переменное окружение после сборки. Как поступать в таком случае? Можно ли создать какой-то файл конфига, из которого будут браться переменные? Тут, на самом деле, Иван сразу несколько вопросов задал, потому что, во-первых, на вопрос «Можно ли?» Да, можно. И как поступать в таком случае? На самом деле, способов много разных. И тут, конечно, хотелось бы понимать, какую конкретную задачу решить, Иван. Я все-таки переменное окружение после сборки не меняю. Ну, то есть, есть локальная сборка, есть какой-то там тестовый стенд, есть Prestable Production и так далее. Просто на разных машинках разные переменные окружения. В этом и суть. То есть, это переменные про окружение. Это про то, что окружает программу, которую вы запускаете. Поэтому, если вы ее меняете, вы таким образом как-то, видимо, пытаетесь имитировать что-то. Но, опять же, в NPM, если вы запускаете NPM Run Build, там есть всякие Post Build, Post Install и так далее. Если вы сильно хотите, можете какой-нибудь Сашскрипчик написать или какой-нибудь, опять же, Node.js файлик, который запустится после сборки и заменит вам то, что вы хотели. Если говорить про можно ли файл конфига, из которого убраться переменные, ну, то есть, вы сами пишете этот скрипт, поэтому, да, можно. Но хотелось бы спросить в этом месте как раз Андрея, как человек браузер-листы и много чего другое. Я точно не знаю эту задачу. То есть, генерируются конфиги динамически. Если у вас просто набор конфигов, которые под разную задачу нужно менять, вот, например, мы когда OKLCH, Color Picker генерируем, нам нужно сделать сначала OKLCH, а потом LCH. И вот если у вас такая задача, то я бы в этом случае взял бы .env. .env — это, собственно, конфиг, который описывает ваши переменные окружения в Unix-системе в одном файле. И этих файлов можно иметь несколько, и их можно менять, выставляя другую переменную окружение. И если вам нужно собрать разные сборки с разными настройками окружения, вы просто туда передаете разный конфиг .env, и он соберется с разными настройками окружения. Ну да, то есть у вас, допустим, в репозитории, если только кто-то, в принципе, не понимает на чуток конфигов, у вас в репозитории хранится файл .env.sample, например, обычно, и он прям закомичен в репозиторий. А локально вы себе переименовываете его просто в .env, и он у вас хранится локально, и он у вас еще заигнорен в гите. И там вы на основе этого шаблона делаете собственное переменное окружение. Но вы можете закомитить другой конфиг, который будет на самом деле работать, именно для сборки, который не будет заигнорен, который будет, собственно, доставляться всем, кто пользуется этим репозиторием, и на основе него, на основе вашего локального .env, который игнорится, и на основе другого общего .env что-то будет собираться. То есть можно иметь несколько .env файлов. Это же просто абстрактные файлы, они, по-моему, даже автоматически, они подхватываются, автоматически их нужно прокидывать. Да, .env подхватывается автоматически, они подхватываются автоматически, если вы вызовете библиотеку вашей системы сборки, а остальные, если для продакшена, для стейджинга, их нужно явно передать как переменную среду. Ну, то есть, да, я здесь присоединюсь к Андрею и Вадиму. .env файлы используются очень обширно, много где это, считайте, что стандарт, но действительно вам нужно сделать require .env для того, чтобы это все сработало, и не всегда есть такая возможность. Поэтому смотрите, какая у вас задача решается. Ну, то есть, я иногда просто запускаю SH-скрипты. Ну, то есть, это надежно. Вы просто запускаете скрипт, который задаете переменную окружение и этим управляете. Можно прямо в NPM-команду это прописать, выберите то, что вам больше подходит. Ну, и если вдруг мы некорректно ответили на ваш вопрос, можете прислать его еще раз, мы постараемся уточнить наш ответ. Треддик сделаем такой, радиотреддик. С вами был 381-й выпуск подкаста WebStandard, и его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев. И доброжелепный бородач Никита Дубко. И сегодня в гостях у нас был Андрей Сидник из Лыхморсиан. Андрей, спасибо, что пришел. Позвали поговорить про Lightning CSS, а в итоге скатились в сообщество, в CSS и все остальное. Было круто. Спасибо, что позвали. Зовите еще гостей, вернем старые WebStandard. Может, может. А пока слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте. Ждем ваших вопросов на подкаст webstandard.ru Скопируйте из описания. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok